вроде все отлично все отлично что-то начинаем начинаем так наш вебинар и так называемый мастер-класс это будет нас не первый бинар у нас сеть вебинаров по названию под названием стал умнее стал сильнее поллифтинг от 0 до 400 и как при этом не убить свое здоровье сегодня звук погромче просят все просят звук погромче ли у кого-то колонки тихие можем микрофон поближе положить все в норме южа просто через телефон смотрит поэтому попробуем говорить погромче для тех кто будет погромче у меня это плохо получается громче так продолжаем правило нашего мастер-класса это длительность нас полтора-два часа как правило нас длится два часа вместе с ответами на вопросы запись для тех кто остается до конца как я изначально уже сказал информации в открытом доступе нет не спамить не троллить быть доброжелательным то есть администратор нас всех отслеживает случае чего-то вас просто удаляют с трансляции также если чтобы нужно зафиксировать под рукой держим ручку и бумагу ответы на вопрос у нас будут в конце мастер-класса ну и кто будет с нами до конца будет приятный бонус ну для максимального фокуса чтобы слушали больше нас мы отключаем чат то есть мы будем видеть вас вы друг друга не будете видеть чтобы вы не отвлекались лучше всего пишите вопросы вопросы на все вопросы ответим уже после мастер-класса вебинара то есть нам будут вопросы видны и по возможности если вопрос какие-то реально по теме то на вопросу 34 мы будем отвечать по возможности то есть нам нужно сейчас максимально раскрыть тему которую мы будем рассказывать чтобы не отвлекая чтобы вы не отвлекались на общение друг с другом чтобы мы не отвлекались на ответ на на отвечая на ваши вопросы чтобы то есть мысли не ушла чтобы все было так ну и во время допишите во время напоминает что чат мы видим вот а вам между собой его не видно поэтому пишем если тема нравится то есть пишем сайтные знаки и если что-то поподробнее какие-то моменты то есть если мы что-то рассказывать на тот момент пишите сразу же плюсик кого виде не запускается попробуйте перезгрузить браузер и двигаемся дальше про бонусы мы уже сказали да во время после эфира запись мастер-класса ведется и она будет доступна для тех людей кто у нас просидит до конца руслан во все вопросы пиши в графу вопросы и мы ответим на самые интересные после вебинара теперь мы приступаем самому вебинару то есть раскрытие темы напоминаю что тема нашего вебинара то есть она тема для до нескольких вебинаров то есть общая тема но с разными под темами получается сегодня у нас будут упущены аспекты то есть те аспекты которые на которые люди скажем так забили но они не то что немаловажны вот они очень даже напрямую влияет на ваши результаты вот и так сейчас первую тему расскажу я принципе ее я уже оповещал в интернете то есть в формате текстового интервью вот то есть и статьи и поэтому хотелось бы именно более объективно и даже вот что сегодня подготовил то есть смотрите советский конструктор из серии я вам инженеру вот то есть прямо на практике как все будет работать правильно я понимаю что вот эта резиночка это грудная мышца пока еще мы даже не даже тему тему не знает поэтому сейчас я тогда молчу не раскрывая секретов раньше времени так и так поехали чек-листов не слава топорин это от меня он будет позже ну и тогда позже расскажу до этого сразу расскажет да получается моя тема это будет что то что касается жима лежа вот то есть полностью для механика жима лежа то есть причина возникновения мертвых точек станислава станислав моя тему как раз уже был вопрос как восстановиться после тренировки немножко затронем эту тему а именно влияние питания на наши гормоны и влияние питания после тренировки на наши гормоны и так а очень интересный слайд льготное участие на участие в нашем новом онлайн-курсе стал умнее стал сильнее умный пауэрлистинг да действительно у нас будет школа которая стартует феврале и те кто оплатит его во время вебинара получит на нее скидку об этом чуть позже итак для кого соответственно наш курс и вообще эти вебинары для тех кто хочет через один месяц самостоятельно строить свой тренировочный процесс тратить меньше времени и средств на тренировки и добиваться поставленных целей так приступим еще к знакомству перед тем как перейти к нашим чек-листам вот для тех кто нас не знает те кто не был на прошлом вебинаре мы опять повторим наше знакомство скажем так ведущий мастер-класса это я белкин юрий я являюсь чемпионом рекордсменом россии европы и мира ipf обладателем рекордов всех времен в сумме трейборе и становой тяги также обладателем самой большой тяги в россии лучшая сумма без экипировки моя тонна 55 килограммов лучшая сумма в однослойной экипировки тонна 130 также я являюсь бронзовым призером суперкулка титана 2016 года двукратным победителем престижного турнира боссов боссов и абсолютным победителем турнира юсоупа что думаешь ты сейчас тебе добавишь юра да в принципе нет я обычный деревенский парень с острова сахалин поселка пинеска меня зовут Станислав я управляющий фитнес клуба персональный тренер с 2002 года есть опыт пауэрлифтинга до 2006 года к сожалению к счастью не знаю как сказать ни в любом случае не жалею что занимался пауэрлифтингом дошел до мастера спорта но еще старость не пришла не за горами я думаю и дальнейшие мои достижения хотя на данный момент именно пауэрлифтингом так активно не увлекаюсь больше занимаюсь здоровьем и как раз в нашей онлайн школе буду рассказывать как держать результаты и при этом не потерять свое здоровье и что делать для того чтобы получать результаты и прогресс в дальнейшем для кого наш мастер-класс если ты не умеешь составлять планы тренировок и готовиться самостоятельно к соревнованиям к сожалению или к счастью это реально мало кто умеет вот и тут как бы все всегда привыкли то есть получается тренироваться под руководством тренеров и как правило на грамотных трениров то у нас то можно по пальцам пересчитать поэтому хотелось бы научить вас быть более автономными и самостоятельными вот если твои результаты встали и не знаешь в каком направлении двигаться то есть это уже для так называемых более опытных спортсменов то есть которые считают что они уже все из себя выжили и уже прогрессировать нереально вот что является конечно же грубой ошибкой я бы сказал если травмы преследует тебя также то есть как избежать травм то есть профилактика травматизации и по возможности включения это все будет затрагиваться во время курса обучающего и если ты давно хотел потренироваться вместе с профессионалом извини Юр перебью перебью тебя в чате несколько вопросов по поводу видео она пропала скажите видно ли слышно ли давай по поводу видео кому видно еще раз если если видео подвисает перезагружаем браузер не пропало видно слышно тогда да значит у некоторых есть проблемы с интернетом основная масса нас видит и слышит если подвисает да возможно из интернет соединения либо просто перезагрузить браузер Юрий я тебя перебил на последние строчки по поводу потренироваться с профессионалом да то есть у нас в онлайн курсе предусмотрены блоки где будет возможность потренироваться с профессионалом правильно я понимаю что с тобой ну и со мной тоже в первую очередь конечно же замечательно так далее наш курс для тебя если ты новичок и хочешь совершать меньше ошибок в тренировках и быстрее добиваться высоких результатов это так если ты хочешь повысить свой уровень подготовки к соревнованиям и максимально раскрыть свой потенциал ну то есть примерно что-то с первым схожее по смыслу если ты тренер и хочет повысить свой уровень знаний что положительно скажется на твоем заработке вот этот очень важный момент на самом деле потому что куда ни плюнь каждый считает каждый спортсмен уже хотя бы там от выступающего несколько лет считает себя довольно таки опытным и считает что он уже тренер состоявшийся в принципе вот на самом деле не каждый спортсмен может быть тренером к сожалению это так то есть не каждый хороший спортсмен может быть хорошим тренером и не так же то есть хороший тренер может быть хорошим спортсменом вот поэтому наш курс предусмотрен не только лишь для тех кто хочет добиться добиться высоких результатов в спорте на как спортсмену и так же как и тренер то есть повысить свою свою квалификацию свои знания если ты не ты тренер и считаешь что ты все знаешь тебе ничего не нужно ничего повышать ничего как совершенствоваться ну значит дрожь тебя знак и принял то есть правильно я понимаю именно поэтому я периодически наблюдаю что ты повышаешь свои знания посещаю семинары курсы поскольку у нас обучение было в клубе я заметил ты ни одного не пропустил ну да конечно все время стараюсь задавать какие-то вопросы каверзные вопросы особенно то есть многие например та же тема которая сегодня буду оглашать да то есть я ее именно добил как бы благодаря то есть обучение который посещал обучение по анатомии биомеханики то есть на практике я знал что это так но теоретически как-то я это объяснить не мог и благодаря обучениям дополнительно и там покопавшись в анатомии некоторой литературе скажем так мне это удалось то есть удалось именно с точки зрения именно с теории подтвердить свою практику далее и ты хочешь знать это чемпионов то есть также никакие у нас каким-то мы тайны там от вас как устроить не собираемся то есть вот делиться надо своими знаниями обязательно как говорил и константинов говорил недавно буквально после силу я про то что нельзя не делиться своими знаниями ну то есть делиться мы будем максимально и вопрос конечно же кто у нас еще не знает то есть кто не знает меня ну как бы станислава к сожалению да мало кто знает потому что больше в правильной фитнеса наверное обучение например если люди кто не знает меня ладно раз тишина значит никто не хочет позовицу давай тогда пока ребята отвечают ты расскажи пожалуйста историю своего успеха ну пришел я в зал в 2000 четвертом году возрасте 13 лет это было 16 сентября первые мои результаты были это жим лежа 39 килограмм я пожал без разминки сразу же присед 85 и тяга 95 то есть это сразу сходу там кривесит плюс минус писатуре далее мои первые соревнования которые должны были состояться через полгода по причине трещины лучевой кости я пропустил и следующие соревнования состоялись лишь только 2006 году 23 февраля 2006 года сейчас скажу что я поднял 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 я 105 приседе 120 тяги и в жиме поднял 70 килограмм вот короче слабенький был в тот момент сколько тебе лет было не тогда было 15 лет на след и совокате были душите есть это было вот тренировался как мудак последний то есть очень не тренировался то есть школьное время первые три года я тренировался таким образом приходил разминал сидел прикидку в жиме далее там чего-нибудь по желанию там пиццу скачнулся и пошел дому то есть вот 7 и тренировки вы там при сетях и принципе только на соревнованиях можно сказать вот ты только лишь одиннадцатом классе что-то как-то более-менее стал исключен тренироваться и со второго получается разряда дошел до результатов кмс то есть не выполнил но результатов я дошел то есть уже когда у меня получилось присесть 200 килограмм в одних винтах тянул я тогда 210 и жал нажима мне как не было как нет 110 лежал вот далее через год по окончанию школы я выполнил официально данный мотив кандидата мастера спорта уже в экипировке выступая еще через год через полгода была попытка выполнить мастера спорта где получил баранку приседе вот и еще через полгода я уже официально выполнил норматив мастера спорта и сколько те годы 825 килограммов с результатом 755 то есть не было тогда восемнадцать лет они 19 исполнилось как раз таки через несколько недель соревнований 15 лет нет и после этого соревнования было официально присвоение с распорта россии думал что на этом я закончу но не получилось вот всегда для меня учеба была на первом месте но спорт меня постепенно затянул учеба ушла на второй план и как все пошло поехал после смены тренера тысяча в девятнадцатом году я стал серебряным призером кубка россии далее стал выигрывать все первенства россии по классике и в экипировке вот из двенадцатом году попал в горную юниорскую россии выступил первый раз на чемпионате россии на чемпионате мира соединен в двенадцатом году польша где занял второе место проиграв по собственному весу американцу и дальше как-то все поехал пошло поехал то есть выигрывал и игру в принципе все это можно следить по сегодняшний день то есть далее после 2012 года думаю как бы всю мою подноготную можно уже отследить на какие у тебя сейчас результаты лучше последний год но сейчас мы лучше результаты если без экипировочный братья те что соревновательные 390 приседе тяга 440 жим лучше 240 соревновательный вот экипировочные результаты это 440 290 и 405 и выкипировки тяну вот такие результаты у меня в принципе ну что ж шикарные результаты долго рассказывать надо очень ну расскажу как немножко о себе до power listing я попал на первом курсе института к острову сергей метрофанович наверно многие о нем слышали он меня сразу стал выгонять чуть ли не метло из зала потому что при росте метр восемьдесят девять я весил 65 килограмм 2006 году это концу института последние мои соревнования на которых я выступал это была москва взрослая где выполнил норматив мастера спорта вот алексей до этого спрашивал мои результаты но результаты зала не называют правильно это не результат результаты это те да правильно юр показаны на соревнованиях показаны на соревнованиях поэтому не буду говорить там про то что делал зале воскновенно на соревнованиях собрал по ipf федерации на 770 килограмм по весам как вспомнить двести восемьдесят пять присед сто девяносто жим и двести семьдесят восемьдесят восемьдесят пять год московские клинические игры а там было двести девяносто кто-нибудь сложительные калькуляции двести девяносто двести восемьдесят пять и сто девяносто если получишь семьсот семьдесят значит я не обманул и правильно набрал правильно просто точно помню сумму семьсот семьдесят это можно посмотреть на сайте powerlifting как можно не решить свои зато лучше даже было 12 лет назад у меня кого-то после этого да был интересный результат 2011 год в воронеже по стронгмену где неплохо выступил очень хорошо показал на окантовку покрышки фотографии здесь да совершенно случайно попал соревнования по армлифтингу на выполнил норматив мастера спорта международного класса вот принципе это из таких достижений спортивных наверное все она еще интересное достижение осваивал сноуборд и получила карминальный ключичный разрыв что в принципе приостановило на данный момент там мои какие-то постановления новых рекордов но думаю сделать повторную операцию все-таки снова что-нибудь показать как-то она все-таки вот то что было студенческие годы вот как факел такой знающий вот не может покорник на кураж и он живет осталось накопить денег на операцию вот да не проблемы в этом на самом деле по поводу фитнеса с института начал работать тренером честно признаюсь долгое время работал просто на таком одном курсе пройдя какие-то там у курса на одни стам и из московских курсов но в пришел в каком-то таком состоянии что чего-то мало я даю своим подопечным какой-то информации не хватает и стал жадно жадно посещать разные тренинги дошло до какого-то момента что даже там в нашей сети стал читать лекции очень это понравилось на отнимало много времени и сейчас как раз поэтому с юрием решили чтобы никуда не ездить до сделать такой онлайн курс объединив наши знания и поделивших им с вами при этом хочу сказать что мы не можем сказать что мы знаем все мы чем дальше учимся тем больше кажется что мы очень мало знаем и этот процесс обучения бесконечный и надеюсь что мы сможем вас зарядить на тем же таким позитивом и жадностью к знаниям чтобы вы тянулись жадностью к рекордам да и жадность к рекордам и чтобы все это было у вас без чтобы это было с вами и на позитиве и так двигаемся дальше расскажите немножко про себя напишите в чате может быть были похожие истории кто-то писал что 16 сентября тоже пришел в этот зал как я примеру артем вашим спрашивает давно ли началось что именно пока ждем ответа на давайте немножко еще расскажу о своем пути в пауэрлифтинге даже что мешало мешало ведь начаться нам обновить от попробуем рисковать минусики минусики видите ли вы нас и слышите ли вы нас отлично наконец-то мы снова вернулись потому что нас чат подвису самих ну все отлично так отлично видно и слышно так еще раз дал кого были похожие истории например как у нас и как я увидел в чат очень быстро бежит но написали что благодаря твоим рекомендациям лучше много кто пишет про жим то что мне в личку писали на соревнованиях при встрече люди говорили то что именно те кто именно читал мы статьи по жиму они им очень хорошо у них не очень хорошо получилось прогрессировать далее вот так очень не льстит на самом деле потому что но многие люди как процентов 90 на на никто не въехал о чем я вообще там говорил почему это происходит таким образом поэтому решил повторюсь еще раз эту тему затронуть хочется чтобы карты полностью карты то есть 100 процентов поняли принцип работы мышечный групп жим и лежа а кто хочет превзойти результаты юрины и напишите кто произошел результаты мои 2006 года я выступал с весом 103 с копейками в категории до 110 вот еще раз вижу хватит молит тебя благодаря твоим советам далее будет еще до еще более информативные еще более разобранные виде то что видео снимали с дочи они более были сжаты по просьбе самого вадима то есть нужно было быть максимально информативно но в то же время сжато то есть видео должны были быть там буквально 5-7 минут должны были вмещаться поэтому прям максимальная бегло там еще и урезано все это было отснято поэтому мы будем делать все максимально раскрыто прям по максимуму чтобы все было разжевано и понятно как едем дальше так само собой понятно да то что если мы получаем знания то их нужно внедрять то есть не используя знания на фига они нам нужны так хотелось бы рассказать да о реальном примере своих учеников то есть он далеко не ходить у меня есть пружинская пара владимира наталья кончакова не пришли ко мне летом 2016 года пришел изначально владимир так как он занимается экипировочным жиром экипировочным жиром заниматься самостоятельно ну как минимум потому что одевать майк на себя это мягко говоря тяжело вот пришел с результатом 232 стола килограмма показано на соревнованиях и с мечтой пожать 270 причем для него это как будто мечта такая как более заулачная как оказалось на самом деле вот и уже спустя полтора года даже чуть меньше чем полтора года вова уже пожал вот получается в декабре прошлого года 275 килограмм показал результат причем с довольно таки хорошим запасом и пришла ко мне также жена его наталья вместе с тест на за компанию у нее была цель поднять норматив элиты тоже они то есть получается в один день выступали в один день достиг своих целей то есть выполнить свою мечту то есть и она выполнена норматив ли ты не только лишь в сумме и в тяге как она планировала но и в приседе даже то есть в тяге даже с учетом того что она там первого подхода закосячила только лишь третьем потянула свои 157 с половиной категории 52 а планы было тянуть 170 вот есть писатель для себя писать о себе тяга 170 категории 52 с половиной без экипировки с прохождением допинг-контроль то есть реально очень высокий результат для девушки причем очень крутая семья реально бесконечное уважение воспользуюсь возможность расскажу это четверо детей людей четверо детей представьте себе вообще просто офигенная семья да юр вот этот прогресс за такой столь короткий срок тем более на таких весах на таком уровне очень значимый достоин большого уважения в чате вижу очень много вопросов как набирать вес собственный без фарма держать его и так далее давайте по порядку все вопросы пишите подкладочку вопросы и самое интересное мы разберем после основного блока а пока двигаемся дальше то есть чем это все было сказано что прогрессировать и хорошо прогрессировать могут даже спортсмен с огромным стажем так как было слайде написано что стаж у кончакова был около десяти лет и на чисто пауэрлифтинг вот и люди несмотря на все это то есть на большой стаж хотя некоторые считают то что вот я уже занимаюсь 10 лет да я уже все из себя выжил то есть нет никаких там уже никакого потенциала тем не менее вот выстрелили выстрелили как как не знаю как как новички в принципе сказал судного сажима так почему у нас получилось и почему это работает потому что мы все время копаемся во всех мелочах то есть у меня все время все с точки зрения на кроме биомеханики все разобранное все время копаюсь в технике все время стараюсь ее постраивать максимально эффективно то есть у меня не бывает такого что у меня вот например делает спортсмен там например приседает там тянет или жмет я там где-то там носу ковыряюсь там день скинуть общаюсь то есть я все время слежу за процессом тренировочным то есть время слежу за техникой все время слежу за весами то есть они не написаны у меня у спортсмена в плане то есть я все время по походу их корректируем то есть если зависимости от самочувствия зависимости то есть никто не знает что будет завтра вот и поэтому очень важно прям то есть во время тренировки наносить свои коррективы то есть в плане весов например чтобы не перепахать чтобы наоборот либо нет до пахать то есть работаем по своим возможностям на данный день получается итак теперь перейдем к моей теме причина возникновения мертвых точек жене штанги лежа ответственность той или иной мышцы различных фазах движения это реально очень важная очень важная тема и поняв ее то есть реально можно сдвинуть с места свой же снова начать прогрессировать итак как все на практике заметили мер . возникает в двух фазах это 1 3 амплитуды то есть сразу практически после прохождения срыва и финальная часть даже то есть так называемый локал 1 3 амплитуды штанга может стопориться сразу на срыве то есть зависимости от высоты прогиба то есть тесты моста либо сразу после его преодоления проблема с дожимом возникает правило у экипировочников либо выжимовиков которые жмут узким либо средним хватом далее перед тем как разобрать механику движения и выяснить что не так заглянем в анатомию основная мышечная группа в жиме это большая грудная мышца то есть я потом на макете который я еще раз заготовил покажу вот она объясню то что то есть почему именно грудная мышца она у нас основная уже вот у нас и трицепс тоже основной но грудная своим анатомическим свойством и именно и механическим то есть она без трицепса способна совершать движение от начала до конца вот без помощи но если например бы например мы бы работали например смите и не нужна была бы какая стабилизация движения то грудная мышца спокойно могла бы сначала до конца сработать с небольшим весом сработать так большая грудная мышца чтобы понимать к чему и как она крепится можно опустить свой узор на прикрепленную картинку из анатомии сейчас наскоро появится рисунок номер три то есть сейчас доверяем обратно когда мышц повторяет как мы знаем что грудная мышца повторяется форму грудной клетки которая свою очередь задает угол между мышцей плечевой костью целью более эффективного сокращения . то есть очень важно понять что мышца будет сокращаться только в том случае если будет угол на конос ухажилия то есть если у нас будут соосность с костью то никакого движения приведения не будет то есть будет только лишь вдавливаем движение по оси и все поэтому мы вернемся обратно поэтому более всего сокращения что дает нам больше кпд то есть чем выше угол рождения то есть сухожилия в кость тем выше кпд так вот данный угол назовем его вектор сокращения угол вектора сокращения у вас в аббревиатуре так на картинке 3 вот мы смотрим направление сокращение мышечных волокон большой грудной мышцы то есть по векторам по стрелочкам то есть чем выше мост чем выше прогиб грудной клетки тем более эффективны вектор далее мы чуть позже разберем а именно его конкретное влияние нажим лежа 2 по важности мышца конечно же это трицепс который разгибает локтевой сустав но остается передняя дельта у нас которая сгибает плечо а также мало кому известно известно клювовидно плечевая мышца которая расположена у нас грубо говоря под бицепсом вот она также участвует в режиме лежа примерно функция похоже на переднюю это вид мирс также нужно помнить тот немаловажный факт что мышцы не могут развивать максимального усилия то есть вспоминаем физиологию не могут вызвать максимального усилия в перерастянутом состоянии и в пересокращенном состоянии и вот только теперь можно приступить к механике упражнения так как фаза опускания нас не интересует то есть нам нужны причина титарения мертвых точек а мертв точки на опускание нас они бывает и кто-то себе на шею опускает еще и без экипировочном же или это уже вопрос не к нам это уже нужно работать с головой вот так разберем частный случай то есть он же самый популярный это хват широкий естественный прогиб то есть небольшой прогиб подвуночника что касается груди то есть итак это у нас картинка номер один сожалению при закачке слайдов нас тут все почему-то передвинулась исказилось но не вижу проблемы так все объясним то есть вот у нас все показано то есть красным цветом выделена большая грудная мышца которая у нас повторяет форму грудной клетки трицепс у нас снизу где плечевая кость оранжевым цветом и переднедельтовидную на преддельтовидную принципе там особо мы внимание можем не уделять потому что у нас главное интересует это грудь и трицепс потому что все споры у нас идет о этим мышцам далее грудная мышца состояние перерастяжение находится данном состоянии плечевая кость ниже горизонтального положения то есть плечевая кость не параллельно полу по отношению плечевому суставу это есть на горизонтальное положение у вас совершенно не выгодны для сокращения так как я как раз говорил то есть укол корня сухожилия он у нас минимальный то есть практически соос наступает с плечевой костью пока что у вас наверно каша в голове вот но когда только вернусь к макету советского конструктора все станет ясно стас подтвердит точно потому что он тоже какое-то время не все сразу муху ловить так так как почти все усилия будут направлены не на движение плечевой кости она и и вдавливания сустав то что просто сейчас сказал то есть за того что угол хождения минимальный будет у нас не приведение кости то есть не вращение в суставе а вдавливания костей в сустав что все характеризуют о том что грудная мышца эффективную работу совершать в этом в этой фазе не может самую выгодную позицию занимает рицепс то есть у нас находится в половине своей амплитуды далее у нас выгодное положение то есть выполнять предмет имеет передняя дельта то есть у которой разгорел что можно не отвлечься вот далее начинается движение штанги вверх за счет эффективного сокращения трицепса происходит движение вверх затем усилия передние дельты и все же небольшого усилия грудных мышц а также перри стяжение дельта и грудных баллоном старейших лет то есть получается он мы как кружинка да то есть мы как как резинка получается натянулась у нас фасция то есть достигла при растяжении и по инерции то есть делать движение вверх вот то есть за счет этого у нас происходит старт и затем штанга начинает стопориться чтобы так а вот дальше в с грудной мышцы приближается к нулю да и грудная только лишь затрачивает усилия на дальнюю плечевой кости в сустав то есть опять же почему всегда говорят зачем он эти всякие статьи и тому подобное можно подключить датчики которые будут замерять электроимпульсы то есть и чем выше импульс у мышцы тем значит она то есть то есть она и работает в этой фазе движения то есть вот представьте себе да то есть мы подключаем импульс да например к грудной мышцы то есть она совершает колоссальное усилие чтобы перевести получилось плечевую кость то есть совершать движение но даже не совершается она чего кость просто давливается в сустав точно к усилиям совершает но усилия совершает не на движение получается то есть электроимпульсы они будут максимально но никакого то есть коэффициентно полезно полезного действия она будет почти 0 и за оптимального угла то есть поэтому ты сможешь не знаю там тянуть машину привязанную к стене например то есть сигарет о том что ты там что машина которая тянет стоит на месте нет неправда вот но и ничего не сделать то есть просто вот этого с мёртвую точку и все то есть получать такой коллапс вот поэтому в такой в этой точке то есть вот на третьей амплитуде возникает рефлекс поднятия таза часто это то есть то есть рефлекс он автоматически возникает всегда говорит то что у нас голова умнее нас то есть наш организм умнее и поэтому он рефлекторно пытается задрать таз выше чтобы поднять грудную клетку и сделать угол вхождения то есть более тупым а не острый и тогда у нас сразу же срыв преодолевается также смотрю тут как раз картинка 22 обратно вернем так вот понять это за что знать более оптимальную угол то о чем я сказал и тут возникает между . движение штанга стопориться рисунок 2 который у нас плохо видно даете ему только лишь оставшиеся трицепс и передняя дельта то есть у нас получается мышца грудная стопориться вот то есть она чисто механически и анатомически не может совершать движение и поэтому у нас передняя дельта и 30 должны эту фазу преодолеть то есть получается что именно вся нагрузка то есть все движение идет на трицепс то есть за нижнюю фазу движения нас отвечает трицепс точно да дальше это у нас картинка поехал придется сместить вот теперь ситуация с дожимом смотрим рисунок 4 потом мы его откроем тут все намного проще хотя потому что передняя дельта уже выполнена свою функцию первой половине движения так как локти уже направлены в стороны направление локтей в стороны фазе дожима лучше дожим потому что сейчас объясню почему вот то есть не у некоторых получается локоть в дожиме пережат корпусу вместо того чтобы отвести его в сторону и больше акцентировать на нагрузку и на на грудную мышцу так как вот уже направлены в стороны что будет эффективнее нагрузку на себе несут только грудные и трицепс логика анализа будет та же отчего то практически все анализируют эту фазу как это суставное движение то есть никто про движение плечевом суставе уже не помню то есть я только следят за разгибаем в плечевом суставе и анализируют это движение как односуставное хотя это даже у нас движение многосуставное вот трица в данном положении близок пересокращение вспоминаем до самом начале физиологии то что состояние пересокращения теперь растяжение мышцы эффективную работу совершать не может и чем сильнее локоть разгибается тем большей силы затрачивается на вдавливание локтевой кости в сустав то есть опять такая же ситуация происходит чтоб начинает вступать соосность сухожилия с да получается с плечевой костью вот далее то есть получается по мере выпрямления кпд у трицепса падает а вот большая грудная мышца имеет самое выгодное положение для развития максимального силе выдавая максимальная кпд то есть у нас находится примерно на середине своей амплитуды и угол красот вхождения сухожилия у него очень даже даже сверх оптимальный почти 90 градусов ну тут нет даже 90 градусов ну то что да ближе 90 градусов не суть фактом что да то есть очень выгодны то есть максимально тупой угол вот и поэтому сейчас мы как раз скоро придем к макет и будет чувствовать все понятно вот и поэтому так как на запясть держится за штангу вот за туру показы да и то есть сейчас приводя грудную мышцу она будет у нас развивать локтевой сустав становится понятно всем ли становится понятно я уже разобрался о том о чем говорит юра не вижу даже чему придраться нет сейчас не так далее так давай дали что мы очень рассказали вот рисунок 4 то есть тут все разобрано то есть видно да что у нас получается локтевой сустав уже 30 уже почти что себя отработал грудная еще у нас сейчас скоро наглядность будет не переживайте не ставить поджимаем давать мы провисываем отсюда вывод сейчас мы так вывод проанализируем после того что я все это покажу мою сторону микрофон подвигаемся на чуть-чуть вот такая у нас есть вещь так сейчас показываю где что находится все видно конструктор смотрим так смотрим по конструктору то есть я сделал просто рычажный метод не так как штанга чтобы было проще вот то есть это мы допустим штанга это у нас предплечье снизу нас плечевая кость красная это грудная клетка здесь у нас натянута резинка то есть это как у нас грудная мышца сухожилия здесь через желтый блок через локтевой сустав перекинут трицепс то есть вот то есть тем самым я могу убрать резинку сборка и отключить трицепс то есть на практике все это применяем и так что у нас происходит снизу то есть наши все всегда говорили то что у нас снизу снимают да все верно я у мамы инженерка образование архитектурно поэтому пришлось немного применить творческий подход вот снизу то есть как у нас все работает в комплексе то есть фаза снизу движения да то есть я чуть-чуть задаю движение грудной мышцы все то есть нас все выжимают то есть буквально чуть-чуть из участников отягощения нет вот если было бы отягощение все было бы намного сложнее в том плане что нужно было бы регулировать натяжение и было бы очень вообще наглядно вот поэтому приходится чуть-чуть двигать то есть регулировать натяжение вручную резина то есть теперь дальше снизу то есть почему у нас грудная ничего делать не может без трицепса снизу опускаем также вниз также я могу регулировать высоту грудной клетки то есть я думаю вот правильно да то есть я могу его пускать могу делать выше вот такая ситуация то есть получается часть трицепс я убрал то есть резинку с блока и делать движение в грудной мышцы никакого движения нет то есть она получается не начинает вдавливать и чего кость то есть получается эту часть конструктора просто в болт вдавливает в этом движении какого нет хотя сокращение колоссально создается натяжение резинки далее то есть возвращаем все обратно и все у нас снова заработал всем понятно ставим ключики если понятно и высоте на знак если тема интересна а что он дает морфию и какой фазе да то есть мост почему важен мост мост нас не только лишь сокращает амплитуду он у нас также создает самую выгодный угол вхождения сухожилия то есть если я например подниму мозг вот и также например сниму резинку да например с трицепса то есть причастность выключая но я зато мост поднял вот и поднял его начиная совершать движение пошло движение то есть грудь уже более эффективно уже более эффективно включается то есть с мостом можно вообще делать такие вещи вот как нет как таз не отрывать нажимы это очень ключевый вопрос не отрывать его станции ты должен сам это осознанно все делать далее смотрим дальше фазу дожима то есть получается разобрать даже даже у нас будет и без трицепса эти вот я просто опять же резинку убираю трицепс и вот оставляя только грудь сейчас топ резинка зацепилась примерно 1 фаза дожима у нас отсюда все включая грудь чуть-чуть спокойно дожимая то есть у грудной здесь вот тут если кто увидит хочется по резинке вот угол вообще самый оптимальный и дожимать и будут лучше всего то есть без груди без груди я вот сейчас просто резинку снял с грудной мышцы возвращаю трицепс работу там трицепс замучиться его на самом деле разгибает нужно очень то есть вот здесь это есть еще получается блок очень удачно именно для самого трицепса расположен если он был бы так как на самом деле сустав был бы сделан никого вы даже могу не то есть зато снизу хорошо снимает да снизу снимает вообще шикарно вот такая ситуация ребят всем все понятно плане так теперь вывод так да как обратно чуть вернемся пожалуйста отсюда вывод что грудная мышца сдающая движение плечевой кости способны разгибать сустав из вышеперечисленных или числа вывод напрашивается сам что в наибольшей степени мы нажимаем большой грудной мышцей если у кого-то еще остались вопросы сомнения я не знаю как уже более подробно это объяснить вот уже наглядным опытом то есть опять же можно сделать какие-то свои исследования то есть сделать предварительную изоляцию на грудную мышцу дарить на изоляцию на трицепс также проанализировать джимы то есть все получится так как я не объяснил то есть если мы например каким-то разводками в кроссовере убьем грудную мышцу то у нас пропадет даже то есть получается изолируем то есть получается пампер например грудную мышцу сразу бежим жать то есть пока трицепс свежий снизу старт и дожима нет отдыхаем например и делаем на следующий день то есть пампим трицепс бежим жать срыва нет и все то есть снизу сразу будет вставать вот и все ну и напоследок если проблемы дожима в майке все так понятно то почему же взявшись уже мы начинаем испытывать ту же проблему а все просто то есть по мере сужения хвата грудная мышца все более близка к пересокращению то есть мы чем ближе и и приводим тем больше на пересокращение опять же чем ближе пересокращению тем меньше эффективности в работе то есть поэтому у нас узком уже не узким хватом также даже им пропадает то есть там уже мы дожимаем уже всем чем можно то есть уже и компенсации никому подобным же и лопатки пытаемся распускать как правило до вас компания спускается лопатки чтобы хоть как-то уже какое-то движение грудью совершить переходим к следующей теме так теперь нас перед истафет на палочку принимает станислав влияние пищи на уровень тестерона других гормонов там были вопросы как восстановиться после тренировки на на самом деле это комплексный подход как восстановить как не перетренироваться мы разберем сегодня один из аспектов да это влияние пищи на уровень тестерона из других гормонов влияет ли вообще пищи на гормоны на эту тему очень много исследований разнообразных некоторые даже противоречивые и информации действительно много и разобраться не так просто так например возьмем углеводы они в одной перспективе влияют на отрицательно например как осрочные быстрые а в другой перспективе положительно но давайте по порядку разберем некоторые факты которые нам известны обсудим их и сделаем выводы факт номер один частые всплески уровня сахара крови приводит снижение вырубки тестостерона действительно есть такие исследования проводились что такое всплески уровня сахара крови и что имеется ввиду все сладкое сладкие напитки сладкие воды мука высшего сорта на макароны из муки высшего сорта и так далее приводит за счет резких перепадов инсулина к снижению тестостерона на углеводы бывают разные по составу бывают также медленные так называемые углеводы средние кстати как вы думаете какие углеводы имеет меньший инсулиновый индекс фрукта или крупы вот интересно что что нам ответят а в группе или может быть кто бы быстрее за гугли да вот пишут крупы фрукты крупы давайте посмотрим в гугле инсулиновый индекс яблок например и гречки у гречки будет в районе 50 с чем-то у яблока давайте принять ответ из гугла гречка даже будет чуть больше 50 у белого риса вообще там 775 бурого районе там 60 с чем-то самый высокий пишут кабачков самый высокий у белого сахара на и так какой вывод мы делаем из этого факта надо избегать сахаров и переработанных углеводов которые резко повышают уровень сахара в крови ешьте больше фруктов овощей и круп из круп избегайте на манке и белого риса факт номер два изменение баланса между углеводами и протеином вот яблоко 35 александр спасибо и поэтому только что мы сделали вывод что у многих фруктов за практически у всех гликемический индекс ниже чем у круп поэтому фрукты будут считаться более медленными углеводами вот на самом деле не все так на просто и примитивно надо учесть что мы кушаем все таки еду вместе с мясом вместе с овощами и не нужно рассматривать гликемический индекс отдельных продуктов получается такой усредненный но при этом это не значит то что нужно там я съел вот мясо салат и гречку могу теперь съесть большой большой торт мы будем об этом более подробно рассказывать в дальнейшем о том сколько можно съесть быстрых углеводов при каких целях и так далее что с белым рисом не так сразу отвечу интересный вопрос он обработанный в нем осталось только сердцевина вся клетчатка с него с как сказать сошлифована на вот что с ним не так до изменения категория не шлифован не шлифованный рис тот же бурый красный черный изменение баланса между углеводами протеина в пользу протеина приводит снижение урм тестостерона по сравнению с высокоуглеводной диетой все конечно относительно но при этом при очень низкоуглеводной диете если мы берем то же количество жиров тоже количество калорий по исследованиям когда слишком много белков слишком мало углеводов происходит понижение вырубки тестостерона одной из причин негативного влияния низкоглеводной диеты на гормоны является участие глюкозы в процессе вырубки геннатотерапии освобождающего гормона который является предшественником тестостерона и если уровень глюкозы низкий то снижается его стимуляция и стимуляции клеток ленинга в которых прорабатывается тестостерон это вероятно следствие эволюции как адаптации организма и репродуктивной системы ее активности в период ограничения доступа к еде и мы на этом делаем вывод чтобы повысить уровень тестостерона необходимо потреблять много углеводов опять же много в кавычках все должно быть сбалансировано должно быть в меру сейчас мы разбираем общие факты общих ним выводы о том же как все это рассчитать будет рассказано не в этот раз рекомендуется медленные перевариваемые углеводы с низким гликемическим индексом цельные фрукты овощи и вареные злаки почему я ставил слово цельные фрукты так как сок и фрукт это абсолютно разные с точки зрения там усвоения гликемического индекса продукты так как из сока вы убрали всю клетчатку которые и понижать гликемический индекс силовые речки соглашусь употребление углеводов влияет на спортивную ретативность и баланс между тестостероном и кортизолом да действительно одно из преимуществ большого употребления углеводов из цельных источников это снижение уровня кортизола что ускоряет восстановление и помогает избежать перетренированности на ученые проверяли этот факт как состав диеты влияет на баланс свободного тестостерона и кортизола которые являются предполагаемым для маркером тренировочного средства спортсменов и результаты показали что у мужчины интенсивно тренирующихся три дня подряд и потребляющих мало углеводов менее 30 процентов от общей калорийности повылился уровень кортизола и на 43 процента снизилось отношение тестостерона кортизолу у тех участников которые потребляли много углеводов 60 процентов но сразу 60 процентов это очень много углеводов это больше чем мы едим но для эксперимента было принято такие рамки поставить участников баланс тестостерона и кортизола не изменился что принципе показалось что избыток углеводов очень хорошо борется с кортизолом и спирт тренированностью но также хочу напомнить что избыток углеводов даже медленных может привести к намного лишнему наращиванию лишнего веса неэффективного жирового и в пауз литинге это может быть страшно уходом из весовой категории даже если вы 125 плюс лишняя жировая масса не принесет вам пользы до в далекой перспективе это можно съесть много углеводов если ты не китровочник и китровка велика кроме от реального топливного давления гипертонии ну и тот факт что жировая масса также является сказать таким эндокринным органом который вырабатывает много гормонов которые свою очередь также снижают тестостерон и ничего положительного в результативности могут не принести вывод потребления большого количества углеводов повышает спортивную результативность и улучшает восстановление углевода следует потреблять перед тренировкой после нее и умеренно вечером да действительно мы пропали алексей если мы пропали перезагрузите браузер так если мы пропали вам как он об этом узнай давай напишем в чате а мы у всех пропали нормально люди пожалуйста тех если кто-то пишет что сюда это что мы пропали пишите пожалуйста им чтобы человек перезагружал браузер а как они напишут у них сейчас отключен значит просто знаете призывайте браузер все норм отлично по поводу употребления углеводов вечером если вы вес держите на одном уровне и если вы набираете то употребление углеводов вечером оправданный должно быть на ночь мы едим только белки там с клетчатки только в том случае если необходимо потихонечку сбрасывать вес и опять же не сделаем уровень углеводов 0 если мы зала мы занимаемся на силовым видом спорта и нам нужны силовые показатели для этого нужно прижать уровень кортизола какую-то часть углеводов просто там меньше чем при наборе и при поддержании веса но все же углеводы должны быть потребление адекватного количества жира необходимо для производства тестостерона есть такой факт я думаю вы многие об этом слышали так как тестостерон и многие другие половые гормоны производится холестерина который содержится в диетальном жире например исследование показывает что снижение количества жира в рационе с 40 до 20 процентов приводит значительному снижению уровня тестостерона вдобавку вегетарианцев кстати если здесь вегетарианцы которые потребляют меньше жира чем всеядные уровень тестостерона хронически понижен если по каким-то причинам вам необходимо ограничение жира в рационе то можно минимизировать снижение уровня тестостерона включение в диету адекватного количества насыщенных жиров данные исследования в ходе которых полинасыщенные жиры изменяли насыщенными показали что уровень тестостерона участников потреблявших насыщенные жиры оказывался на 10 а то и 20 процентов выше чем у остальных при этом не нужно исключать полностью на растительные жиры они также нам необходимы в принципе в идеальном балансе должно быть 50 на 50 если вы себя не уезжаете не урезаете и вам не нужно сливать вес какие продукты лучше есть на ночь извините что презентации интересный вопрос на ночь надо есть белки легко усваиваемые то есть если например у вас есть вариант съесть рыбу или говядину все-таки рыба вас усвоится легче овощи если у вас хорошее пищеварение можете есть и свежие овощи если скажем так среднее и хуже среднего если тушеные овощи нас углеводов и медленные углеводы и что добавить да то есть почему-то все приняли что общепринято что лучше на ночь есть творог он будет долго усваиваться не будет никакого кортизола во время сна все это блин фигня ночью вас ваш организм должен восстанавливаться и отдыхать если вы его нагрузили пищей и у нас всю ночь во время сна у вас организм часть работает на усвоение вашего творога который на блогу с вами на 6 до 7 часов то это от 6 до 8 часов вот это какой нафиг это отдых восстановление вот то есть пища на нас должна быть быстро и легко усваиваем на сказал все до 1 кушайте там за два часа до сна то и 3 и все будет хорошо или ты ешь зачатую сна я ты как кушаешь нет я пожрался и так вывод не бойтесь жира насыщенные жиры предпочтительные такие как высококачественное мясо травяного от корма кокосовое масло и красное палевое масло но опять же это если вы должны ограничить то вам нужно оставить нужное количество именно этих жиров а так 50 на 50 делаете дефицит калорий приводит снижение ультестерона и потери мышечной массы есть такой факт и он действительно доказан что дефицит калорий влияет на ультестерона по данным одного исследования в ходе которого женщины с нормальным весом питались дефицитом калорий достаточно большим участных путев участниц потерявших 1 килограмм веса в неделю ультестерона снизился на 30 процентов по сравнению с участницами которые худели на 5 килограмм в неделю это к вопросу о том как слить перед соревнованиями если вам нужно остаться весовой категории лучше сильно не переедать чтобы много не сливать потому что резко и слив это все-таки большой стресс для организма который повлечет за собой в любом случае потерю мышечной массы на это же закрыт то есть организм не должен почувствовать никакого стресса то есть должно быть все максимально быстро вот чем дольше ты если ты план начинаешь менять вес организм это воспринимает как стресс и все не то что не похудеешь организм воспринимает как стресс то есть нехватку еды например да то есть он начинает сразу же автоматом запасать на виде жиров ты не худеешь вот и все то есть почему у нас некоторые начинают блин я уже не ем не ем уже за 2 недели перестал жрать а вес не уходит у меня чешется язык ответить на вопрос я знаю что мы отвечаем но в конце на них отвечу сейчас не знаю я съедаю 400 граммов творога через три часа уже как будто бы везде не ел все правильно на юра сказал город долго усваивается так быстро как хотелось бы здесь он есть сильно быстро голок голод получать потому что творога достаточно высокий инсулиновый отклик вырабатывается много инсулина который снижает очень сильно сахар в крови поэтому вам кажется что вы голодны хотя физически ваш желудок еще полный и работает я могу съесть 400 грамм творога и уже хотят жрать и потом еще съедаю что-нибудь то есть тут все от объемов твоего желудка зависит так же продолжим аналогичные результаты были получены у мужчин в условии 10 калорий уровень тестостерона и других мужских половых гормонов существо снижается независимо от количества потребляемого жира часто уменьшается и мышечная масса однако это уже вызвано катаболизмом высокого уровня кортизола и в действительном калории а не снижением уровня тестостерона что можно здесь делать если все таки необходимо вам до сбрасывать и делать дефицит калорий как не потерять мышечную массу не потерять тестостерон потребление время от времени высокоуглеводной пищи может произойти уменьшение мышечной массы то есть там в неделю один-два дня когда вы делаете чуть больше колораж не то что два раза больше и съедайте меньше белков чем обычно и больше углеводов делать такой как бы углеводный день и таким образом вы помогаете своему организму удержать опять же все вопросы конце очень много вижу вопросов а то мы тогда не закончим ну при окна в центр можно добавить цинк надо вообще посмотреть все пищеварение вопрос достаточно сложный потому что принципе анализы кстати кстати анализа в этом чина не будет вот да надо исследовать анализ надо исследовать кишечник полностью системы пищеварения как работает поджелудочная железа тогда уже это и есть причина окна но и и самый частый совет который помогает уберите сладкий быстро углеводы как правило это является основным раздражителем кишечника и так вывод нашего факта избегайте резких ограничений потребляемых калорий чем серьезнее ограничение калорий тем значительные потери мышечной массы и заметнее снижение уровня мужских половых гормонов а также повышенная вырубка кортизола который может в долгосрочной перспективе привести к усталости надпочечников что такое усталость надпочечников не будем на этом останавливаться это очень такая долгая тема можете забить на ю тубе почитать запишите себе многие с этим сталкиваются и спортсмены не спортсмены просто люди которые слишком много работают и не уделяют достаточно внимания восстановлению и там адаптогенным препаратом кортизол плавно пришли к этому важнейшему гормону что делать кортизол он поднимает нас с кровати он помогает нам выжить во многих стрессовых ситуациях вырабатывается когда например нас нападает тигр лев или юрий белкин недоволен чем-то и грозится со штангой любозится уйти из клуба где управляющий все это приводит к выруки кортизола изнурительные тренировки неправильное питание стресс как мы говорили 10 калорий тоже приводит нарушению выруки кортизола и давайте поговорим о признаках нарушениях вы мы расскажите поставьте в чате встречали бывает ли у вас такое знакомо незнакомо и сейчас я расскажу и на сайт покажу о трех типов нарушений выруки кортизола и так признаки раннего повышения уровня кортизола просыпаетесь несколько раз за ночь просыпаетесь строим мысли в голове утром у вас раздражает любая мелочь неосторожное слово вызывает конфликт уже в середине утра чувствуете упадок сил это первый и первое отклонение бывает временами признаки высокого уровня кортизола вечером вы долго засыпаете по вечерам вас одолевает беспокойство ближе к ночи у вас разыгрывается аппетит особенно сильно тяга к сладкому почему добавить сильно силы сладкому очень просто что инсулин является таким блокатором кортизола и помогает с ним справиться поэтому люди стресс часто заедают сладеньким да пониженный уровень кортизола или усталость надпочек о чем я уже говорил это даже если вы много спите все равно чувствуете усталость после пробуждения вам хочется прилечь сразу после завтрака и вообще вам хочется прилечь постоянно дни тянутся бесконечно при этом вы ничего не успеваете то есть вам надо сделать какие-то дела вы не можете сконцентрироваться и вашу мысль одном только как бы поскорее отдохнуть полное отсутствие энергии жизненных сил вы не находите сил даже на то что вас увлекает ну и в конце концов вас все перестает вникать это уже такой долгий накопленный стресс называется усталость надпочечник основная причина кортизолом это стресс и но самые такие простые способы да как с этим бороться не забывать про медленные углеводы опять же быстрыми мы не глушим кортизол лучше медленно отказаться от разных предтреников стимуляторов кофеина добавить в рацион омега-3 5-htp витамины c группа b особенно b5 адаптогены аптечные адаптогены радиола лимонник или утракок только не перед сном там за четыре часа до сна так там три раза в день перед едой перед завтраком там перекусом и обедом ну естественный сон как не крути стараться спортсменам спать и обычным людям в любом случае надо 8 часов ложится до ложится до 24 часов это очень важно так как вырубка гормонов многих у нас связано с нашими ритмами и как бы вы не пытались там быть совой или жаворонком наши ритмы связаны с солнцем с луной там с вращением земли и перри это пили учить вы не сможете поэтому ложится надо до 12 выбирайте правильное время для тренировок не тренируйтесь совсем перед сном и ну и также ароматерапия может помочь это так как бы индивидуально то есть если не перегружайте себя говорил ли вы научитесь говорить нет чтобы не делать меньше каких-то дел которых можно и не делать практикуйте релаксацию кто-то может посмеется на дыхательная гимнастика релаксация за счет чем там йоги занимаются медитация да это все может помочь да просто сходить на природу вечером погулять немножко если есть рядом озеро неважно зима или лето погуляться по лесу послушать звук ветра как он колышет деревья с листьями без листьев не принципиально все это успокаивает и помогает вам привести вырубку кортизола нормальный режим не автосоциальный релиз конечно подойдет перед сном влияние гормона на приемы пищи после тренировки тоже интересная тема по разным данным гормон по гормону сначала немножко расскажу вот почему спать нужно ложиться вовремя по одним данным гормон роста вырабатывать эти трех часов вечера до двух часов ночи во время сна опять же другим вставлять часов ночи несмотря на небольшую разницу выводах исследования очевиден факт что ложиться нужно до 12 после 12 это крайне неблагоприятно и наша тема влияние гормона пищи после тренировки гормона на гормоны после тренировки принято считать что углеводы после тренировки это абсолютно неприемлемо ввиду того что они убивают гормон роста участвующий формирование мышечной массы ну действительно что инсулин который вырабатывается от углеводов у нас действительно является противоположным гормон гормоном гормона роста действительно он его снижает но тут нужно понимать следующее инсулин после тренировки его высокий уровень нам нужен ввиду того что последний подавляет мощный катаболический гормон кортизол который нужно намного нам важнее его подавить он оказывает антагоническое действие к инсулину и делает сопротивоположное тому что делает инсулин как известно инсулин является анаболическим гормоном кортизол привлекает аминокислоты такие как глютанин аланин от мышц для того чтобы проработать их в глюкозу в ходе интенсивных физических нагрузок гормон роста и тестостерон достигает своих пиков во время тренировки ближе там 35-40 минуте тренировка заканчивается их уровень достаточно быстро спадают тестостерон и гормон роста будут падать после тренировки независимо от того что вы съедите поэтому некорректно беспокоиться об убийстве гормонов углеводами и забывать из-за этого использовать потенциал углеводов после тренировочного приема он просто неприемлемо инсулин и гормон роста поэтому в данной ситуации является друзьями упражнение увеличивает секрецию гормона роста прием углеводов после тренировки повышает уровень инсулина таким образом чтобы воспользоваться преимущество гормона роста необходимо после тренировки принять углеводы и белки иначе кортизол все преимущества выработанных вами граммон тренировки просто убьет и немножко хочется рассказать о том что отношение инсулина углеводов в частности считает что только углеводы стимулирует воспроизводение инсулина однако это не соответствует действительности инсулина кортизол мы про это только что проговорили проговорили вот о чем сейчас хочу остановиться белок сам по себе в одиночку стимулирует воспроизводение инсулина до определенных значений и поэтому важно если вы пьете протеин важно понимать чем более дорогой и быстрый протеин там изолят тем больше у него инсулиновый отклик имейте это ввиду и регулируйте скажем так регулируйте уровень своего инсулина а так как всплески инсулина мы уже выяснили понижает инсулина поэтому не злоупотребляйте изолятами бывают уникальные результаты а бывает что их и нет почему так происходит юрий потому что должны многие качества то есть есть скажем так формула успеха которые должны совокупности все сложится поэтому у кого-то есть это только вот что же делать новичку и чему мы хотим обучить вот смотрю а сергей есть вопрос что ничего не понятно же я действительно информации много каждую ситуацию она индивидуальная наша задача не чему хотим вас обучить чтобы вы могли под себя подстроить свой режим питания режим тренировок режим восстановления подобрать необходимые упражнения там из неофасциального релиза из каких-то реабилитационных упражнений научиться понимать что такое ничто не так с изолятом чем это отличается там от других протеинов только что я сказал что не так стоят у него таки гликемический инсулиновый отклик всему этому чтобы эти вопросы могли сами себе ответить мы хотим вас научить поделиться опытом и знаниями которые уже есть естественно пока мы будем вас учить на тоже будет появляться еще определенные опыты или знания и мы будем дополнять нашу школу наша цель чтобы информация была правильной доступны поэтому ее перепроверяем при проверяем из разных источников прибираем при проверяем на себе но и также огромный опыт тренировок наших учеников персональных и наших наших собственных тренировок до позволяет нас все-таки эту информацию отсеять и оставить только то что действительно работает и проверено и что вам выбрать тренажерный зал или онлайн обучение и тут без тренажерного зала конечно же никогда потому что где-то же вам нужно будет тренироваться но тут смотри мы как всегда предлагаем людям выбор человек может пойти тренажерный зал общаться с друзьями спрашивать какие-то советы как это делали мы с тобой наверное в начале нашего пути получать те же самые травмы накапливать тот же там опыт негативный позитивный на этом опыте основываться и двигаться дальше благо если на хорошем опыте плохо если на горьком опыте травмы шишки и тому подобное да но а наше онлайн обучение его цель как раз для того чтобы весь опыт который у нас есть вы могли его применить на себе все для себя рассчитать просчитать и избежать тех ошибок которые мы совершали в начале пути в середине пути да и практически честно говоря продолжаем совершать начнем дальше учимся и с вами делимся один у нас дожимает грудь а завтра может это назови вообще ноги дожимая по поводу питания вот один вопрос и последний отвечаю двигаемся дальше насти его очень хочется ответить пример после тренировки закинь гейнер то не ешь опять же закинь гейнер если там нем мальтедикстрин то тот же самый сахар даже еще хуже чем сахар можно дам носить на этих гейнеров которые действительно медленные углеводы правильное соотношение белков жиров углеводов почему нет я за то что поесть нормальную еду питание спортивное в тех ситуациях когда некогда поесть или негде поесть но при этом надо научиться читать этикетки понимать что у него на составе не то что в описании написано здесь супер медленные углеводы а там считаешь там они быстрые углеводы и это мы хотим всего вас научить чтобы вы могли уже самостоятельно ориентироваться не спрашивать какой там гейнер лучше а почитать 1 2 3 и понять формула успеха успеха это цель скобках мотивация то есть то что заставляет вас идти то есть в зал и тому подобное это тренировки то есть труд потому что тренировки тренировкам рознь вот то есть нужно пахать и пахать грамотно генетика и никто не отменял она рулит и разруливает и всегда так будет питание и конечно же восстановление то есть без восстановления ничего тоже не будет то есть все это приводит к результату что-то убираем то есть что-то можно убрать результат будет но будет метод если убрать что-то важно например там тренировки например очень важные восстановление тоже очень важно то есть без генетики будет результат будет каков будет непонятно но он будет без цели вот без цели даже сложнее всего двигаться на самом деле я считаю что изменивали слова поэтому и списал ее самым первым потому что вот отсюда все начинается то есть скажем так с идеи в твоей голове то есть ты проснулся и решил блин я хочу стать чемпионом мира по парни и все они из этого у тебя на все началось да вот она спрашивает вопрос я бы немножко расширил не на ближайшем на ближайший месяц да какие вы ставите цели а в принципе чего глобально хотите достичь в спорте power лифтинге в любом другом виде спорта какие цели вы перед собой ставите пусть вы даже считаете на данный момент нереальными недостижимыми я пришел там power лифтинг с ростом метр восемьдесят девять и весом шестьдесят пять когда мне метрофан гнал метло иди в баскетбол играть да все равно я поставил метла сам был как метла мог за ней спрятаться поставил цель стать мастером спорта и ее достиг и вот как правильно сказал юра просто низкую цель поставил поставил бы стать стать международником устал бы поставил мастером вот на нем остановился правильно нужно ставить цели реально безумно цели достигнешь много а что будет если выделить питание то не если вообще его выкинуто ты умрешь а если выкинуть правильное восстановление ну перетренируешься будет сбой кортизола понижение тестостерона также питание на гормоналке то есть как видим вы можете влиять на цель моналки на суставах если будешь переедать белок это плотно до подагрой там подобно то есть но то есть повышен повышенный уровень мочевины то есть он также скажется на суставах не только на пучках но и на суставах поэтому блин при хреновом питании также себя быстро травмам приведешь если я правильно понимаю из пяти компонентов нашей формулы твоей формулы юрий единственно на что мы влиять не можем это на генетика но генетика всего лишь 20 процентов на генетику своих детей вы можете повлиять это очень важно если то как вы будете какого посвести цель тренировки питание восстановления соглашусь все-таки эта информация записывается и передается вот вижу большинство хочет достичь моего мастера спорта россии фпр вот ставьте высшую цель и не повторяйте моих ошибок замеса фпр значит хочешь выполнить мастера ставьте замес кто загорелся идеей прямо сейчас кто хочет к нам онлайн-школу прямо сейчас ни о чем не думая пишите нам это очень интересна люсики вот отлично рады кто пришел сюда реально работать а пахать пахать получать знания не использовать их самое главное не просто там вот на корочки этом белкина послушал что топорин какой-то был вот я молодец а действительно эти знания применять углублять расширять это отлично вижу много прыщиков это очень приятно много людей которые дышат с нами тем же воздухом думать теми же мыслями как мы говорили по форме самое главное это наши цели то есть что мы ставим перед собой чего хотим и достичь логичный вопрос почему все еще не знают этого если есть много бесплатной информации действительно информации очень много в интернете и мы тоже сами и пользуемся периодически но среди информации очень много хлама есть два пути как всегда всегда есть выбор пытаться в этом плане собственно проб и ошибок да разобраться ламата или нет или воспользоваться чужим опытом проб и ошибок но скажем так не только мой опыт моего юрина наверно сотни наших подопечных которыми помогли нам пройти этот путь и сказать и были лаборатории наших исследований и есть на данный момент каждый тренер да и очень кита лаборатории не ничего это скрывает мы используем наши знания смотрим статистику что с ними происходит делаем выводы для того чтобы взять подводных камней мы предлагаем вам и опять же онлайн школу и также мы предлагаем вам стать самому себе тренером действительно обойтись без тренера невозможно у каждого есть свой тренер но вы можете стать обладателем таких знаний и опыта что самому себе будет тренером в принципе цель нашей школы именно в этом и заключается цель нашей школы это стать максимально самостоятельным то есть суметь то есть тренировать и готовить себя к соревнованиям вот если ты сможешь подготовить себя а это намного сложнее чем тренировать других поверьте то ты станешь реально и очень хорошим тренером для других людей поэтому это эти знания него на самом деле бесценны то есть нам научиться отслеживать свою подготовку свою технику все тому подобное чтобы то есть привести себя к чему-то каким-то целям каким-то высотам а затем помочь эти до этих высот своим ученикам напишите пожалуйста две главные проблемы которые мешают вам достижение своих целей в тренировках пока ребята пишут проблемы вот на алексей пишет что периодически ставит камеру и следит за рабочими векторами очень правильно да вы делаете камеру ставите да то есть в я буду говорить какие ракурсы более информативно очень важно знать где поставить камеру то есть если ты например поставишь ее на пола все ее ставят на пол нифига ты ничего не отследишь будет сильное искажение перспективы и ты не то есть но технику ты себе не выстроишь вот что очень важно всех ставят дать поймать попробую со мной какую-нибудь на стоечку там камеру и все не мог прям посыпались вопросы так не могу прочитать работа деньги ну да как правило работа деньги и семья главная главная проблема достижения своих целей как не остановить чат как не прочитать вопросы травмы вот все об этом как раз мы все к этому прийдем деньги травмы скажите мои пара очень интересует вопрос про кальций и магний чувствую частенько судороги в ногах а старая ну вопрос на судорог может быть много чем связано не только этими веществами может быть связано в принципе спадном каких-либо мышц находящих выше и плохого кровообращения с этим то есть грубо говоря с проблема про двигательного аппарата травмы и время финансы и время насчет травм нашей школе мы будем очень большой блок посвящать тому как делать так чтобы травм не было таций будут у нас эксперты приглашаться по этому поводу нехватка опытного тренера рядом наша школа нацелена на то чтобы вы сами стали этим опытным тренером рядом крепкость суставов и связок но крепкость суставов и связок есть ограничение генетическое но это о чем я кстати и говорил то есть от родителей зависит то какая генетика будет вашего ребенка да ну вот на жесткий и не только от того какой он вел образ жизни то есть но отец или мать там ребенок вот а то под каким режимом рос ребенок как питался и тому подобное но и то же самое если вы говорите про крепкость своих связок и суставов если нет потом было патологических ранений заболеваний то все это дело решается и укрепляется и так кто пришел хорошо провести время кто пришел работать что касается нас 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 на счет нашего вебинара давайте договоримся так кто пришел хорошо провести время в принципе я думаю достаточно его провели часть информации услышали надеюсь она была полезна и и что-то интересное записали и потом все это образуется у вас структуру и не будет каши нужно время приварить кто пришел работать оставайтесь с нами за целями ставьте плюсики мы с вами идем дальше пока вижу один плюсик от артура артем все посыпались к тюрьмски я не успеваю читать идем дальше отлично значит нам есть с кем дальше продолжать у нас к вам есть просьба останетесь только те кто пришел сюда работать то есть цель достижения своих целей бонусы да да не за не за калявой за достижением цели поверьте это разное итак переходим к самому основному по поводу нашей онлайн школе презентации нашей онлайн школы он называется умный пауэрлифтинг от 0 до 400 мне кажется в нашу ситуацию вернее в той ситуации можно говорить до 440 50 а то и 50 тут как бы не суть вот да но продолжительность курса один месяц у нас что входит наш курс если это абсолютно новый курс то есть предыдущая презентация у нас была продать также цели презентации курса немного поспешили вот теперь мы все переработали доработали вплоть до получается доступных цен и тому подобное то есть мы больше информации добавили но при этом сделали продукт более доступны более крутым и то есть что у нас туда входит это три вводных онлайн урока это у нас получается старт интенсив у нас есть то есть это основная шапка которая нас присутствует во всех блоках то есть это основной блок вот это три вводных онлайн урок урока до начала основных модулей то не 10 тут ошибочка 8 онлайн модулей интенсива это выполнение домашних заданий после выдачи каждого модуля эксклюзивный доступ закрыто сообщества менеджерах и закрытых группах то есть всегда можно будет общаться между собой также торгуста куратор позвольте отвечать на ваши вопросы также можете задать вопрос друг другу также выполняя свои знания дополнительные онлайн занятия в мини-группах три-четыре человека с доверенным экспертом куратором с онлайн ответами на вопросы так это я начально сказал неправильно то есть это не блок интенсив это в целом то есть что у нас будет вот ведение куратором проверка домашних заданий с видеоотчетами то есть также написано ежедневно домашнее здание будет сразу после каждого модуля то есть после каждого модуля проверка домашних заданий и у нас идет обратная связь мастер-майн сессии с куратором программы вопрос-ответ то есть это будет расчетно через skype вот и мастер-майн сессии с экспертами то есть нас вы также что-то виде формате вебинаров приглашенные эксперты вот тем же реабилитациям питание возможно и тому подобное это так понимаю входит у нас в интенсив старт в основной пакет это еще пока что общая информация потом будет также у нас тренинги и курс то что у нас будет в тренингах и курсах это именно добавки то есть мы разберем травм то есть это профилактика травм лечение там то есть какие-то там например с коленями и тому подобное подготовка к соревнованиям разберем работу экипировки и работа в межсезонье также в качестве бонусов это мастер-майн сессии психология мотивация живые и групповые тренировки с экспертами личная консультация эксперта программ подготовки к соревнованиям с травмами то есть при травмах индивидуальная разработка схемы питания от эксперта например стас может спокойного с удовольствием питание чтобы вам там сами не париться не читать не вычитывать но лучше конечно же как я говорю разобраться это сам в этом самому то есть нас будет обучение как это делать то есть вы сами даны все формулы беретесь да как ли не делать участие соревновательных мероприятиях проводимых экспертами то есть вплоть до того что вы выступать на соревнованиях и мы вас вводим что же входит наш курс бонус создателя курса выдачи сертификата о прохождении курса будет нашим курсов на вся самая ценная информация для достижения ваших целей даже более чем ценные кто готов не знает цены прямо сейчас забронировать себе место онлайн курсе идти с нами до результата напишите готов то есть снова готов готов 1 евгений артур ярослав готов на мне 17 не проблема да у нас нет категория 18 плюс так 16 готов отлично очень рад очень рад что вам интересная информация которую хотим поделиться очень рад вашему доверию как проходит наше обучение ведь видео и текстовые уроки то есть разделенные на модуль то есть мы отснимаем видео максимально информативно максимально разжеваны видео то есть после которого дается домашнее задание по данным модулем то есть выполняете домашнее задание мы его проверяем то есть вас консультируем то есть указано на то что правильно и на ошибки томашки задание будут по технике подставления питания по сразу где то есть например модуль там например бы поприсаду по технике то есть это разбираем мы например на своем примере все исправляете отсылаете мы например что говорим что так даем комментарии то есть как это все исправить например то есть там кого-то причина в гибкости к вот еще там чем-то то есть это все будет проверяться выполнение домашних заданиях вот проверка соответственно после выполнения сама проверка домашних заданий mastermind сессии вот онлайн консультации живые тренировки закрытые сообщества напоминает это цены скоро дойдем не переживайте состав модулей это соответственно приседания и все что к нему относятся приседания техника подсобки планирование приседания то есть все также жим лежа и все что к нему относятся становая тяга подъемы вверх это у нас еще когда артем был с нами он это предложил то есть подъемы вверх режим и швунги и тому подобное если вам это интересно мы это без проблем разберем и пригласили это специально специалиста можем даже алексей лорчего к этому привлечь это опять же если вам интересно так как у нас категория power литеров поэтому как бы решайте сами так что что касается касается стричинга и растяжки питания плана тренировок то есть как он планируется план от каждого то есть под себя потому что подсобные упражнения то есть подводящих упражнения будут разные соответственно тренировки будут различаться каждому то есть не будет не может быть один план под одного человека и также бонус был психологии мотивации доброй психологии мотивации тоже тяжело двигаться дальше важный аспект который может помочь вам достижение ваших целей немножко хотел уточнить что растяжка это не просто там растяжки ты меня постальный релиз и самодиагностика для выявления слабых звеньев и умение подобрать себе коррегирующие упражнения сколько же это может стоить юра сколько стоит тренировка с тобой клубе клубе . принципе твоя и моя еще других людей которые например также ничего не достигший в спорте вот у меня тренировка стоит 1 2 100 тысячи все говорят что это дешево на самом деле потому что в классе стоит например 5000 например если брать московский центр вот и так одна тренировка часовая тренировка персональная также что вот мы предлагаем вам пример дождя если вместе тренируешь ты раза 13 тренировок то есть месяц например чтобы тренироваться месяц могут умножить по пакету брать 2000 на 1326 тысяч рублей это в месяц бы например ушло то есть например ваще часовую тренировку например и то есть например хотя подстроиться под график потому что свою команду тренировали поставится под меня то есть не факт что получилось тренироваться вместе с командой так состав пакетов интенсив старт у нас три вводных онлайн урока также 8 онлайн модулей выполнены домашних заданий эксклюзивно доступ закрытое сообщество мессенджерах контрольные точки с видео отчетами то есть что было что стало проверкой куратором день-день знакомств и после каждого модуля один мастер майн сессия с куратором программы в формате вопрос-ответ одна сессия с приглашенным экспертом то что касается тренингов и курс это витамины добавки то что касается травматизации подготовка к соревнованиям экипировка выдачи сертификатов по окончанию о прохождении полного курса ну и то что вы перечислили тренинги курсы с 8 модулей это вроде одна строчка но она очень важная строчка очень важно самое важное то есть там все что мы грил при сиджем тяга все что все разобрано подсобки как подбирать и как подбирать технику как подбирать подсобку индивидуальность и тому подобное у нас просили будем ли выслать мне сертификаты конечно это не проблема следующий блок про лови и он у нас ограничен то есть у нас 30 человек можно только набрать 3 вводных онлайн урока также 8 модули то есть основная шапка та же самая у нас тут у нас бонусы 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 то есть также деньги куратором проверка домашних заданий у нас теперь уже два мастер-майн до сессии с куратором программы просто ответ формате вопрос ответ 2 мастер-майн до сессии с приглашенными экспертами тренинги курсы витаминные добавки травмы подготовки к соревнованиям экипировка бонус это мастер-майн сессии психологии мотивации то есть мы отдельно поэтому проводим вебинар мастер-класс бонус также участие соревнованиях и мероприятиях проводим эксперты вот то есть также помощь в подготовке и выведение соревнований первом уровне этого нет то есть кому дала из первого нет живая групповая тренировка с экспертом то есть мы набираем группу например не стану из пяти человек до например чтобы оптимально можно было например всем уделить внимание с пяти человек и заговорим со времени проводим тренировку двух-трех часов также доступ закрытое сообщество также на три месяца на три месяца после окончания курса то есть на вас есть доступ закрытое сообщество на время курса и также на три месяца после окончания курса то есть все оставшиеся вопросы все возникающие вопросы вы будете обсуждать с товарищами и с куратором и липи у нас пакет это три водных онлайн урока также также вся эта шапка у нас стандартная 8 онлайн модулей эксклюзивный доступ закрытое сообщество то есть это будет отдельное сообщество вот дополнительные онлайн занятия в мини-группах 3-4 человека с доведением экспертом куратором с онлайн ответами на вопросы то есть ведение куратором проверка домашних заданий с писемными видео отчетами ежедневно то здесь максимально обратной связи то есть вы все время работаете с нами то есть как будто бы как бы скажем так тренируетесь у нас но удален вот поверьте это очень сложная работа удаленная поэтому от нее нам давно крестился вот так как и чтобы реально не страдала качество чтобы лакать то же самое что и при тренировках напрямую то есть трудоемкость будет намного выше и нужно намного больше потратить времени то есть представьте как например объяснить человеку по технике через например там камеру дали через скайп на пальцах либо просто прям по факту выставить его по технике и все собственно валяя готова то есть поэтому это будет очень сложно но это очень ценную но это очень само собой это бесценно я бы сказал также три мастер мастер сессии с куратором программы то есть три мастер мастер сессии с экспертами приглашенными приглашены на эксперты будут разные то есть ни один и то же там будет у нас тоже скажем так витамины добавки таран подход соревнованиям экипировка и также будет то что касается бонуса это психология и мотивация дальше бонус также к вип мастер 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 сессии психологии мотивации три живые тренировки с экспертами то есть не групповые индивидуальные разработка схемы питания от эксперта индивидуальный бонус личная консультация эксперта по skype 30 минут программ подготовки к соревнованиям с травмами участие в соревнованиях мероприятий проводимых экспертами доступ закрыта срочно три месяца после окончания курса и выдачи прохождение полного курса прошу в каком городе будут проходить тренировки тренировки будут проходить у нас в зале город железнодорожный московского да то есть это 10 километров от мкад добраться до общеники проблем не составит и то есть по времени страницы где все это расписано чем отличаются об этом и все там есть это у нас на нашем тронбан баба бай стронг и наконец-таки ценные полная стоимость ума и курса у нас на пенсии старт это 15 тысяч рублей против 22000 или 45000 но у нас есть опять же бонус как мы говорили для тех кто просидит до конца то есть мы предоставляем скидку который действует в течение сорока восьми часов скидка 30 процентов то есть это не мы не делаем то есть раньше типа скидка дальше и она такая останется то есть реально 48 часов скидки больше не будет это интенсив старт нас получается 10 500 выходит профи 15 400 и и 30 на 1500 то есть опять же сравниваем насколько я вернул 26 тысяч месяц позаниматься 10 10 тысяч 500 ты получаешь блин кучу информации по сути дела прошли как с украины денежные средства присылать онлайн оплату проблем с этим нету нам даже с америки присылали и стали с казахстана то есть ну слушай получается как мы посчитали вип-пакет который ходит тренировки и много общения и кучи информации стоит практически сколько же сколько тратит там среднестатистический клиент который с тобой занимаетесь в течение месяца да 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 только при этом веке получит намного в течение в течение до течения месяца я 5 месяц получит намного больше информации и клиент занимается и клиенты слишком выгодные предложения я говорю да то что блин когда там уже там за копейки то есть это неуважение к клиентам да ну вот и к спортсменам сколько стоит этот договор в долларах наверное имеется ввиду по нынешнему курсу это в районе 500 долларов и пакет то есть сейчас скоро у нас еще есть как рассрочка и забронировать места например я и пи и пакетах vip у нас только 10 человек допуск и пакете профи у нас 30 человек допуск как я говорил то есть потому что где например консультировать всех не смогу то есть если все желающие просто повешусь и зашлись поэтому чтобы качество не страдала поэтому и тегасе железе ограничения до по количеству так сегодня с утра срочка только которая говорил чтобы забронировать место в группе можно внести предоплату то есть интенсив старт это три тысячи рублей профи 5 тысяч 5 тысяч и таким образом быть уверенным что вместо тобой сохранится уже перед началом курса внести оставшуюся сумму но для самых быстрых скидка 3 способа 10 до 48 часов ну еще раз напоминаю вас да еще раз напоминаем да то что ценник еще раз да есть возможность взять сейчас забронировать себе место и курс он не на один месяц он на три месяца у нас идет сопровождение да то что там куча информации за один месяц мы у вас просто не внесем то есть за первый месяц у нас получается вот как интенсив старт ну получается выдаем вот и все остальные бонусы это еще у нас течение с начала 5 февраля да еще раз повторюсь принимайте решение сейчас выставляйте счета заходите на сайт оплаты и повторюсь главное поставить цель цель нашей формуле на первом месте стоит если вы поставили себе цель хотите получить эти знания хотите получить знания которые за семнадцать лет наверно уже дат в фитнесе спорте я за огромное количество времени юра в сумме это получается наверное в районе 30 лет вот далее хотелось бы мы работаем до результата то есть мы хотим провести школу так чтобы не было вопросов что каша в голове я ничего не понял и быстренько когда начало курс стартует расчет на 5 февраля то есть феврале стартует до этого у нас еще не по возможности постараемся провести хотя бы два мастер-класса до начала курса поэтому слить из информации нас стараемся сейчас быстренько на старше все время вопрос вопросов у нас иного гора до чем ты сказал нас ждут другие мастер-классы где мы тоже некоторые нюансы и аспекты расскажем и конец интересный блог да очень быстро отвечая на вопросы которые у нас сохранились то есть начать мы сейчас не смотрим оплатно да это платно как повысить качество сна с минимальным ущербом здоровье речь идет о медикаментозном вмешательстве самое безопасное медикаментозное вмешательство это были валерьянка пустырник и остальные настойки то там более опасно медикаментозное вмешательство то что можно купить в аптеке донормил пол таблеточки не пейте целую никогда и если выпили там ну раз в неделю не чаще если выпить и целую вы на следующий день не проснетесь на работу на также все рекомендации которые я проговаривал по поводу нарушения кортизола его восстановления и рассказывал их слайде их не было но по пунктам 10 пунктов я вам проговорил их соблюдается как построить тренировочный процесс упором на присед и жим не теряя в тяге что нужно внимание ну вот я чуть от себя скажу как менее опытный может спортсмен а ты потом подкорректируешь в принципе так у нас идет присед и жим когда я приседал и практически не тянул тяга не падала когда я тянул и практически не приседал но почти практически не падал то есть короче на самом деле как даже неважно в классике тянешь или сумма сумма это вообще пропорция то есть прямо прямо пропорционально зависимость это если не приседаешь тяга у тебя не будет то есть присед нужен обязателен для для тренировки тяги все вопрос ушел что там еще раз было надо как повысить к и так нет как построить тренировочный процесс упором на присед и жим не теряя в тяге то есть человек хочет много приседать и жать но тягу не теряя но не то что он хочет повысить результаты первым делом в присед режиме теряя в тяге я кажется начинать нужно из такой же повысить режим начинать тренировку с жима либо с с легкого приста который ты например приседаешь за 40 минут то есть например размялся у тебя гормональный фон заиграл вот и ты уже размят и получается и разогретый уже приступаешь к жиму вот в то же время они то есть не отдав себе всю энергию на приз вот то есть то что ты хочешь в первую очередь на тренировать с этого можно и например делать тягу режем чем делал раньше там раз в 15 дней например это все время ходить выше чем короче это влажа полная то есть время супер компенсации но задача стоит не потерять в тяге нет оба высота насыпался ночью надо смотреть каждый раз тебя бы тяга как первый раз то есть ты будешь каждый раз 15 дней ты будешь просто отходить и все давай дальше вопрос там по-другому есть более интересный вопрос более важно по травмам после дня приседа и тяги ноги задевается так что выламывая она становится болят ацидоз практически наступает да перетонировать шека наступает практически ацидоз тут надо смотреть сосуды вообще проверить сосуды да проверить в принципе уровень нагрузки вопрос может быть человек делает я стоп отходу за тренировку если человек там еще да то есть нагрузку надо правильно и опять же если человек например на фармакологической поддержки и даже если без поддержки дорогая сравнить лучше драма всегда гормон надо проверить в том в другом случае так по травмам ниже то есть проходит нет три после тренировки они устанавливаются окей как будет сейчас сейчас вот 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 три дня и ноги в порядке но также на тренировки жестко сбиваются прям ни в какую как быть надо понять что с гормональным фоном и нет ли у вас каких-то экзогенных гормонов благодаря которым бывает не бывает кинь блоки на самом деле как у меня например я дохожу до весов у меня ноги просто выключаются то есть у меня из-за проблем с шеей вот у меня выключались ноги такая фигня у меня была вот в долгоподном декабре когда я пытался просто чуть-чуть шею запрокинул шея спазм ноги выключаются у нас в организме все очень сложно на самом деле ну о том дальше мы будем говорить в нашей школе то что наш организм на большая цель есть у нас человек который там очень разбирается и очень много интересного расскажет по этому поводу а для тестирования себя в принципе на выявление слабых мест звенек мы вам вышли очень простенькую такую шпаргалочку как можно себя протестировать в качестве бонуса это первое приближение тестирования конечно тестирование можно разбирать очень долго вот ну хотя бы в общих чертах чтобы понять какие звенья страдают чтобы о них обратить внимание все резал и уходил вместе это все дальше да? итак давай они помогут улучшить мозг Жемелёжа ну мозг Жемелёжа поясница как известно у нас малоподвижная всю качество прогиба и подвижная но ее подвижность гипермобильность нам только во вред да, поэтому тут вопрос к мобильности грудного отдела заработать какую нибудь грыжу на Жемелёжа тупость вообще полная поэтому также обычными мостами вот то есть в смысле мост вот только именно подниматься за счет грудного отдела стараться то есть по минимуму подключая поясничный отдел ну и делать растяжку маликах, раскатке да в принципе у всех мышц которые грудной отдел держит малая большая мышцы груди все все правильно все это все это все как убрать перепрогиб поясничного отдела на тяге в стиле Симона в принципе не принципиально в каком стиле вы тянете тут работать нужно над короче включи планку в свою подготовку делай планки причем планка должна быть чтоб ты прям ровно был как струна да то есть часто бывают люди делают планку и отключивают задницу да то есть нужно делать делать грамотно то есть ты не умеешь включать пресс в работу у тебя пресс вообще выключен то есть ты компенсируешься переразгибание поясницы это неправильно то есть это так же как и горб я даже считаю что переразгибание поясницы еще хуже чем горб это может привести к тому что прямая мышца живота в принципе или она уже выключилась или выключится очень сильно нагрузку на себя возьмет очень сильно нагрузку на себя возьмет воздушно-поясничные мышцы в принципе проверить правильность работы прямая мышца живота и поддушно-поясничная очень просто если поддушка выключается ты перегружаешь она выключается тебе потом летят колени сразу могу сказать лягте на пол вот вам один из простейших тестов согните ноги и пятки как можно ближе к себе и попробуйте плавно сгибая позвонком позвонком сесть если вам удастся сесть не подняв ноги и не выпрямив их значит у вас прямая мышца живота сильнее чем поддушно-поясничная и работает нормально надо включить чат а если включили чат а если вам не удается встать и для того чтобы вам встать из этого положения вам необходимо зафиксировать ноги значит вы поднимаетесь за счет прямой мышцы живота за счет поддушно-поясничной фиксировать ноги вы даете ей опору и тогда уже в школе мы разберем этот более подробно дадим упражнения которые приведут обратно в баланс соотношение работы этих мышц Расскажите про БАДы деньги уходят ну вот эффект как вариант БЦА БЦА хороший источник энергии это не БАДы это считается БАДом считается спортивным питанием ну БЦА что такое БЦА если вы пьете после тренировки БЦА просто только БЦА и больше ничего организм первым делом их будет расщеплять на то чтобы впустить в энергию в принципе повышать БЦА да можно с обычными приемами пищи так как во время силовых нагрузок там именно этим аминокислоты больше всего тратится если вы едите полноценно то особого смысла в них нету добавка их не но хуже не сделает она обогатит тот белок который поступает с пищей на этими аминоклотами этого БЦА точно не будет закидываться тоннами БЦА по тренировке да после их натягивать то есть как я натягиваю сначала просто опуская плечи расслабляя руки то есть максимально натягиваюсь то есть натягиваю гриф то есть предварительно делаю обтяжку чтобы не было никакого холостого движения во время срыва то есть сначала обтягиваю потом начинаем максимально вкладываться в след то есть в этом самая обтяжка быстро стоит в два этапа то есть я правильно понимаю ты расслабляешься трапецию отпускаешь ключи как можно ниже все что не нужно да я все выключаю и подключаю то что надо то есть руками ты просто только держишься а дальше у тебя работают разгибатели спины ну и все мышцы да то есть контролирую спину то есть мышцы кора и соответственно все что ноги дальше ягодицы задняя плитность бедра квадры и кроножные также немаловажно сумма она очень сильно участвует в локауте как оно оказалось на кривом помосте вот так что делать если после жима техника получил боли в локтях которые продолжаются и так что делать если после жима скорее всего с неправильной техникой получил боли в локтях которые продолжаются уже примерно два месяца при напряжении рук тут вопрос о какие делал подсобное упражнение может быть просто перетренировать за исполения там связочного аппарата может быть это проблема от нарушения может общать приседа прошла от приседа пошло первый вариант перетренированность второй вариант проблема опорно-двигательного аппарата неправильная иннервация атмосферу от шеи там до от шеек рукам и просто не захватили сигналы уже происходит неправильная работа мышц там гипт Bit гипертонос, что приводит к воспалению связочного аппарата. Нужно диагностироваться, наш эксперт об этом расскажет, как это можно сделать. И простейшая там диагностика ровности работы вашего опорно-вязочного аппарата тоже вам поможет. Можно ли приседать весом 100 плюс без пояса, Юр? Ну, конечно, можно. Можно и 300 приседать без пояса? В зависимости от того, как ваша мышца подготовлена. И в зависимости от того, какое процентное соотношение для вашего максимума. Если ты приседаешь 300, то 3, то 100 без пояса, даже кулевой подготовке это фигня. Если ты приседаешь там 120 и так же, например, хочешь присоедать 120 без пояса, я бы поберегся на самом деле. То есть ради чего это делать, я не понимаю. Нужно внутриврешное давление контролировать. Пока что контролировать его нужно либо очень сильно поперечную мышцу живота, иметь у брюшного пресса, либо лучше это делать за счет пояса. Можно ли заниматься после геморроя, спрашивает Азиз. Азиз, геморрой – это следствие такого комплексного нарушения работы организма. То есть сосуды вдруг из того ничего стали ломкими. И это не однофакторная ситуация. Если все факторы, которые привели к этому, исправлены, налажены питание, режим восстановления, все анализы в порядке и сердечно-сосудистая система пришла в норму, да, конечно, можно и нужно. И, в принципе, мы не можем себя записать в инвалида и сказать, нам ничего нельзя делать. Когда мы говорим, нам что-то нельзя делать, мы сейчас записываем в инвалида. Надо искать причины, которые мешают это делать, таким образом устраниться следствие. То есть геморрой – это следствие. Не нужно стесняться, чего там такого нет, а у любого может возникнуть. Следствие или перетренированности, как физической, или перетренированности эмоциональной, в любом случае-то нарушения. Вот надо найти причины, которые к этому привели, убрать их, и тогда нужно будет уже выходить на большие веса. А пока с небольшими весами аккуратно надо заниматься. Изоляцию точно надо делать. И пока идет лечение и реабилитация, избегать сильного напребрюшного давления. Какие еще интересные вопросы ты бы хотел выделить? Тут вот пишут, можно ли прогрессировать, если, например, каждое движение тренировать раз в неделю. На самом деле… Вопрос, наверное, отбиться от спортсмена, стажа… Да и нет. На самом деле, если ты супертяж – да, можно. Но если ты мухач, то нет, то опять же, чтобы… Опять же, как ты делал, чтобы присоединировать, да, то есть нужно выкладываться в эти дни так, чтобы всю эту неделю восстанавливаться, и чтобы не было этой суперкомпенсации при этом. Вот, то есть ты должен опахаться таким образом, каждый тренировок, когда ты раз за неделю, и ты будешь напахивать, ну, чтобы прогрессировать. Вот. И эта пахота чрезмерная, она тебе скажется на цену, сверятнее всего. Ну, неделю, ну, так месяц попахаешь, еще месяц попахаешь. Ну, скажем так, чтобы… Ну, нужно дозировать все. Вот. А так просто там чуть-чуть, там чуть-чуть, и так вот раз в неделю – нифига. Так ничего не будет. Правильно ли я понимаю, что от размера нагрузки на одной тренировке зависит и период восстановления, и, в принципе, размеры – это суперкомпенсация. То есть, если мы очень мало потренировались, мы очень быстро восстановились, но получили очень маленькую суперкомпенсацию. А потренировались слишком сильно, мы долго восстанавливаемся, и можем даже не получить этого размера, а уйти даже в минус. Там не мало, вот сейчас потренируюсь, никакой не будет там суперкомпенсация, с чего компенсироваться. Ну, то есть, должен быть определенный стресс. Где можно еще раз ознакомиться с содержанием пакетов и как производить оплату? На сайте, который в чате мы сейчас повторим. Сейчас все еще рассказали. Да, там есть и как оплачивать, и содержание всех пакетов, чтобы было выбрать. Кто-то управляет, да? Кто-то управляет в нашем компьютерном. Как тренировать при становой тяге хват в замок, если, скажем, не обладаешь таллинными пальцами рук? А, Юр, скажи, пожалуйста. Как тренировать хват в замок, если ты удаешь пальцами, не обладаешь? Вопрос же не как браться, а как тренировать. То есть, как прыгать в замок. То есть, ну, как можно чаще тянуть в замке. А если, например, анатомически, но никак не хватает длинных пальцев рук, можно ли предложить решение тянуть разнохватом? Разнохват замок. Да, или один раз так разнохват, другой раз так разнохват. Для того, чтобы не было перекосов. Тогда нет. Просто если тянуть все время разнохватом в одну же сторону, это отразится, когда перекосы. Но, опять же, ты не придешь к никакому результату. То есть, некие компенсации должны быть в любом случае. Ты должен к чему-то уже привыкнуть. Вот. Поэтому нужно тянуть все время в однохвате, а перед соревнованиями плавно переходить в разнохват. То есть, например, сделать, например, тяжелые тренировки. Ну, основной объем тренировок сделать в однохвате. Например, лямка отработала. И в конце, например, поработать с процентом, например, 40-50, на одно-два повторения своим хватом. Вот и все. То есть, ты вроде как сильную асимметрию не дашь, но в то же время и поработаешь на технику. Освоишь свой хват. Скажи, пожалуйста, Карим спрашивает, чешки как обувь для становой тяги подойдут или нет из-за нетвердой подошвы? Сами чешки, мытья шестопажа жестко находятся. Дело в том, что там в чешках у них сам голеностоп, он жестко не зафиксирован. То есть, они могут при широкой постановке то есть, проворачиваться прям по стопе вот так вот. Вернуться и все. Поэтому лучше самбовки на шнуровке, чтобы наверху голеностопа не фиксировались и не проворачивались. И они должны быть плотно сидеть, не болтаться на ногах. Азис спрашивает, болит левое колено, если приседать с одной ногой, то есть пистолетиком. На больших весах не болит, когда делаю пистолеты, не могу встать. Азис, ну здесь идет, если ты приседаешь двумя ногами и не чувствуешь боли, скорее всего, ты приседаешь на той ноге, которая не болит. Об этом, да, мы расскажем, в принципе. Да, у меня вообще техника-то, пистолетик, как ты видел, например, разница между пистолетиком и обычной техникой приседания, там вообще небо и земля. То есть, поднимаясь за счет компенсации, ты можешь также перегружать. То есть, ты не то, что, ты не только перегружаешь какие-то там другие мышцы, ты вообще смещаешь все нагрузки, коронагрузок, путящие моменты и тому подобное. То есть, чтобы сесть на одной ноге, тазом вниз, то есть у тебя таз направлен к пятке. Колено летит вперед. То есть, соответственно, нагрузка на квадрицепс у тебя возрастает, а также может быть дискомфорт в коленном суставе, вообще запросто. Вот как самодиагностик, такая у Алиса, получилось то, что он выявил, что одна нога у него болит, другая не болит, что в принципе уже говорит о какой-то неравности работы, включении мышц. Это может быть и мышцы ягодиц, может быть и квадрицепсы и даже бицепс бедра. То есть, какая-то мышца в звене страдает. Об этом мы будем подробно разбирать в школе, как это протестировать и самое главное, что с этим делать. Расскажите про такой вопрос, как набирать собственную вес и удержать его без фарма. Очень просто. Надо рассчитать правильное питание, правильно кушать и как это сделать, как подобрать для себя, мы расскажем. Есть разные формулы, которыми мы поделимся, как рассчитывать и расскажем, как контролировать и корректировать под себя. Потому что формулы, опять же, они взяты из статистики. Люди, да, одинаковые, но разница у людей там достигает 15-20%. Поэтому эти проценты, да, огромные. И, естественно, мы это разберем и научим вас под себя все это дело подбирать. Как подворачивание таза в приседе и бежать. Вот обычно, если он в приседе есть, то и в тяге тоже к этому возникает. То есть нужно растягивать ягодичную мышцу. Если это широкая постановка ног у тебя есть, таз подворачивается, то надо еще, да, еще надо помимо большой ягодичной растягивать еще больше приводящих тоже. Потому что у нас тоже часть разгибания, и при отведении колени в сторону она еще перерастягивается. Поэтому нужно тянуть высшую приводящую на всякий случай и большую выдачную. Юрий, ну, я раскрою, может быть, один твой секрет. Я, когда наблюдаю с этими тренировками, я вижу, что ты, в принципе, тренируешься, растягиваешь все мышцы. У тебя вообще очень хорошая растяжка. Она у меня больше природная растяжка, поэтому стараюсь просто ее поддерживать в тонусе, скажем так. У меня там цель естественно шпагат, стать еще гибче. У меня цель стать не деревянней для всех. Но при этом, как я вижу, это помогает тебе использовать мышцы в максимальном режиме, скажем так, потому что у тебя... Нет, кстати, во время растяжки я тоже, кстати, именно работаю на нейромышленной связи. Вот, то есть стараюсь где-то расслабляться, где-то выключать. То есть, например, при растяжке, например, при разведении ног в сторону, наклоняясь вперед, нужно же уметь наклониться вперед с ровным корпусом, то есть, а не с горбатой спиной. Но это тоже, то есть, это контроль, где-то напряжь, где-то расслабить это все, то есть, помогает. То есть, нужно чувствовать свой организм. Стрейчинг это очень хорошо сделает. И об этом, да, мы действительно расскажем. И гибкого человека, реально, то есть, удачно, с хорошей мобильностью всегда легче обучить технике. Не потому что он просто гибкий, а потому что он лучше чувствует себя. И, Карим, интересуется тебя, Юр, как называются пояса, в которых ты приседаешь? Ну, это не капрессионный пояс, это ремень, пояс, там, то, как называют, для пауэрлифтинга, то есть. Широкий стандартный пояс, такой вот, застежка. Да, ширина 10 сантиметров, то есть, не больше по стандарту нужно быть с карабиновым, карабиновая застежка. Инд фирма Индзер у меня, то есть, фирма, на самом деле, куча. У Индзера карабин надежный, у Титамы карабин надежный, наш, российский, производитель, пока что что-то как-то раскладывается. Еще раз вопрос относится насчет геморроя, может ли быть это от сильного напряжения пояса, от гиперэкстензии с весом. Но если ты в поясе не ходишь круглосуточно, то от этого быть не может. От гиперэкстензии с весом, от любого упражнения другого, если в организме все в порядке, он никогда не возникнет. Просто физическая нагрузка, она, естественно, дает нагрузку и на сосуды, и если они слабые, то происходят такие проблемы. Вопрос, это искать причину, что не так в восстановлении, в питании, почему вдруг система дала сбои, сосуды стали слабые. вопрос от валерия болит правое плечо на присти не могу приседать ставлю руки максимально узко ставлю широко руки на присти не болит что может быть тут надо смотреть да если локти назад сильно заводится это может анатомической особенностью действительно мы не симметричны в одном ключе может быть может не быть что вот в этом положении скорее всего где-то что-то ближе к задней дельте наверное ну что-то в районе задней дельте скорее что там да то есть тут где-то кроме он что-то задевает первый вариант или анатомическая особенность что-то задевает второй вариант это не механически анатомически задевает правильную по правилам второй вариант неправильное положение плеча состанной сумки которая связана с неравномерностью мышц которые в принципе отвечают за положение плеча состанной сумки здесь нужно диагностировать амплитуду во всех плоскостях одинаково ли она не возливает либо из болевых ощущений и вследствие после как диагностики выявить атоничные мышцы гипертоничные дальше уже с ними работать атоничные мышцы включать в работу с помощью изоляции гипертоничность и помощью миофасциального релиза стретч там и массажа уводить их из перетренированности из гипертонуса но также много других способов есть конечно в двух словах не скажешь об этом более подробно расскажем и наши эксперты только что видел интересный вопрос по тестам гулятора нигде я сейчас не затягивались продажи прошить англ очень нравится где-то сомбовки штангетки и штангетки в тягине кофе на лице предпочтение сомбовки обычно не брать просто кожаные вещества питерский хороших видов расскажи вот если телебанка реализация по интенсивности тренировки лёгкости не тяжело расскажешь про дизаций она всегда в приношном процессе есть но вы рассказать двух не оборваться то полная вообще касса тренировок в месяц на полтора то есть нужно физически и головой отдыхать тренировок далее потихоньку в тяге что не мощный процесс то есть начиная там с 8 6 повторов вот или делаешь объема там конь подкачку еще включаешь лента все будет рассказываться ребят все вот рассказал двух словах не расскажешь вопрос от саламат джима хонова если неправильно произнес прошу прощения при подготовке соревнованиям постановите как часто можно взять пля чтобы не отойдет на хватит юра уже этот вопрос осветил да что в прям мы тренируемся каждую тренировку после каждую тренировку мы и без лямок тренируемся и понятно что тяжелые веса основной чтобы проработать мышцы агонисты за отвечающими за за затягу мы работаем в лямках дальше мы снижаем вес и пытаемся проработать уже хват работы без лямок как однохватом так разнохват правильно или 1 1 1 2 2 то есть мы делаем это разнохват почему ты тянешь без пояса теперь уже привык уже всем рассказывал куча всяких внутри почему-то на без пояс болела спина поясе было больно тянуть не больно но как-то непривычно потом стало привычно так и сквозь все осталось как питаться парлифсер с быстрого обмена веществ при этом не всегда получается соблюдать режим на сто процентов вопрос быстрого медного обмена веществом такой достаточно скользкий но действительно имеет место но не могу сказать что очень сильно что имеете ввиду если да давайте на это отвечу потом прям твоим если с гормональным фоном относительно там половых гормонов и гормонов считает все в порядке значит обмен веществ в норме а соблюдать режим на сто процентов поможет рюкзак я вам покажу такой рюкзак с контейнером внутри вот там разные контейнеры с едой вот то что помогает соблюдать режим на сто процентов и 10 минут на пожрать сюда везде хоть в машине где угодно а уже что должно быть как ты не содержаться как это рассчитать под вас опять же мы расскажем в школе какой вопрос интересный заметил юр чате предоставить предоставить час попробуем вверх еще выше или ниже а вот написал что типа этот при хорошем мосте начинает вылетать лечи да уже не первый вопрос бред вообще полнейший почему да как они те максимально заправлены амплитуды плечевом суставе минимальны значит если человек и так происходит распускает лопатки то есть вот передал ответ значит мышцы которые держат у нас плечевой сустав и весь верхний плечевой пояс да что то там не так возможно если это например все время жал с высоким мостом то есть из природы гибкость это если даже с большим мостом вот у тебя вообще то есть дельтовидные мышцы например нагружалась минимально и можно как бы все время отдельно посвящать то есть время работе над дельтовидными мышцами это сильно выезжали то есть чтобы у тебя сустав был максимально стабильным но в принципе но вообще это на самом деле полный бред то есть чем лучше мост тем лучше ты заправлен по сути дела потому что мост не только лишь за счет прогиба создается за счет до то есть подвижности ключицы то есть максимально заправляешь ключицы назад и минимализируешь тем самым нагрузка на плечевой сустав и амплитуды плечевом суставе то есть наоборот сохраняешься причем поэтому почему на были ты вообще не понимаю вот и попробуй с больными плечами не замастить и вот пожать вот так вот с выворотом плечи подожмут многие билдеры жимовики например у кого не хватка мобильности вот реально почувствуешь что такое будет причем суставе дискомфорт вообще на самом деле очень странно очень такой действительно может быть и человек если дельты или мышцы которые отвечают за приведение руки до скоро заканчивая ну две минуты доходится намного более тренированном состоянии как правильно сказал его ротаторная манжета движение скажу это рукой да такие такие движения должны быть развиты от ведения руки назад в сторону то есть все мышцы должны быть проработаны чтобы было наружу поворот вовнутрь донос это есть подсобное упражнение мы в школе про них расскажем но их тоже на очень грамотно тренировать потому что они мышцы мелкие и очень короткие то есть очень легко спазмировать на самом деле вот и поэтому очень много грамотно нагрузку и давать то есть некоторые делают таким образом то есть поставить нагрузку наклон там корпуса поворот корпуса что максимальная нагрузка приходит на пересокращение мышц а спазм в задней дельте например что не по любому ощущал спазм очень неприятно то есть примерно то же самое можно получить там спазм там тот же подключить на этом или под лопаточной мышцы поэтому нужно тоже очень грамотно подходить к этому и выжать без фанатизма про самодиагностику мы расскажем и давай последний вопрос ответим много раз я вижу в чате по поводу шесть недель до соревнований как пройти по весам тогда вопрос я немножко переформулирую за сколько до начала соревнований делать проходку и до какого веса делать проход он 3 6 недель до соревнований осталось из них потерять например 10 дней до например минимум 10 дней остается но ты делаешь то есть составляешь на разгрузку то есть за 10 дней мы делаем проход или нет нет проходка это не обязательно сделать прикидочку и дамы за до веса я минуту до первого прохода издать это до 1 например то есть расчет надо 1 стартовый подход если первых тогда по подходу 300 то мы 300 больше не садимся дальше уже на соревнованиях там совсем прям вылетела может по 310 то есть то есть пощупать веса можно делать нужно в один подход делать нужно это очень грамотно тут потому что как казино очень важно во время остановить только поперла то есть тут наш как в казино то есть только потом все бабки про страну также масса здоровью то есть где-то чуть-чуть ты перестарался почувствовал себя суперменом и все до один лишний папа подхожек лево и все поэтому очень нужно успешно ставить спрос нужно быть обратно восстановиться можно спокойно за две недели если все грамотно сделать разгрузиться ты за две недели восстановишься вместе не травмировал само собой вот то есть cns у тебя нормально принципе разбудиться стрелы в говнище не убил вот а мышечно ты физически становишься более чем ну я думаю это был последний вопрос давай самый последний он много раз всплывает в обучающем видео шико по технике пополнения только троебори он говорит что колени становится становится первыми на потом спадать то нужно стоять все одновременно пожалуй в чем вопрос потому что я говорю что нужно сначала следить колени а потом вставлять корпус то есть таз победить вперед все это объясню почему делать с таким образом вставляя колени раньше чем корпус мы даем инерцию смотрим дополнительно для более активного локаут вставлять одновременно таз и колени как правило возникает риск что колени ты не вставишь они у тебя зависнут на изгибе то есть на останутся присовнуты опять же стараясь ставить корпус и колени одновременно есть также риск что ты не вставишь спину то есть ты потеряешь инерцию ты разгибаешь за счет задней поверхности бедра и ягодиц они уже в конце уже в пересокращении вот когда ты ставил колени ты мышцы чуть-чуть натянул то есть избавил их от пересокращение ягодицы задней поверхности бедра у тебя есть запас этой инерции то есть еще и скорость еще запас сокращения чтобы раскрыться то есть поэтому у меня локаут всегда очень активны те кто делают это одновременно всегда в концовке подвисают вот и также при одновременном включении можно потерять равновесие то есть она именно включился и начинает если хошатать то есть все должно быть постепенно опять же это чем можно объяснить то что ты же начинаешь срыв с ног значит ногами ты должен закончить раньше движение чем корпуса часть ты начинаешь снимать со срыва то есть корпуса не трогаешь то есть он также то есть идет срыв корпус не меняет наклон потом начинает а потом остается все колени и таз вперед и за счет этого ты опять же уйдешь то есть например вот например бедро да то есть когда мы будем делать это одновременно он у нас получается рука коснется бедра например если мы тянем сумму и может и есть резали что за счет трения расстроиться вот и все то есть а так то самом конце уже на локауте то есть встретил ладони бедро и вуаля то есть и тебе и хват еще не подвел так что все время закончилось дамы сейчас просто выключи трансляцию потому что трансляция у нас для нас бесплатно и вот и поэтому сейчас нас отключат поэтому всем большое спасибо за внимание всегда слава спасибо за приятные слова все кто был с нами до конца тоже спасибо большое ждите наши дальнейшей информации или уровень и скоро до скоро будет информация дальнейших вебинарах которые мы стараемся максимально в скором времени предоставить вот всем еще раз спасибо пока 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 до новых встреч на вебинарах юра спасибо тебе было очень интересно да мне нравится